ПАВЕЛ БЕЩАСНОВ Большая психиатрия, понимание обычного человека, психбольница, психи, сумасшедшие, скорые, шизофреники, пограничные состояния, неврозы, психотерапия, наркология, зависимости. В общем, все, что так или иначе с головой связано. Последние годы я замечательно нашей системой здравоохранения разошелся, занимаюсь частной психотерапевтической практикой. В общем и целом, область моих компетенций, чего я знаю, что умею, все про мозг, про психику, как устроено, как ломается, что по этому поводу можно поделать. Ну, или нельзя, если нельзя. Помимо этого, ввел, ну, сейчас уже, можно сказать, что веду, не веду, ну, позаброшенный блок стеллозин. Возможно, кто-нибудь сталкивался, он такой широко известный в узких кругах, посвященный вот научно-популярному изложению различных психиатрических, нейробиологических. Ну, вот, опять же, все про мозг. Хорошо, на мой взгляд, ну, на уровне профессионала разбираюсь помимо вот сугубо медицинских и околопсихологических, психотерапевтических вопросов во всем, что касается человеческого, опять же, мозга-психики, в нейробиологии, в антропологии и связанных с этим областях. Вот, это обо мне. Далее, собственно, чего бы я хотел рассказать, чем бы я мог, возможно, быть полезен или интересен. Это для меня, в общем, такой достаточно новый опыт. И, кстати, это вот я на вас тоже потренироваться на кошечках пришел, поскольку в частную, ну, в основном я веду частную индивидуальную практику. И, разумеется, очень часто, в основном, даже часто, в основном, люди обращаются с различными проблемами, связанными с аффективной сферой, то есть с эмоциями, которые как-то мешают, портят жизнь, снижают качество жизни и набегают, и что-то там с этим происходит. Будь то тревоги, расстройства, прокрастинация, лень, гнев, что угодно. И вот по-разному этим занимался, изучался теоретическими моментами, практическими моментами, и вот и кусками, кусками, кусками собралось какое-то, ну, из серии пока другим рассказывал, сам что-то все понял. Ну, не все, но что-то понял. Такая из разных мест собранная модель своих представлений о том, как устроена эмоция, что это такое, как ломается, что по этому поводу можно поделать, можно нельзя контролировать. Ну, все или не все, ну, хотя бы какое-то представление про эмоции. Лично мне, конечно же, больше интересны теоретические моменты рассказывать и разбираться. То есть история, эволюция, нейробиология и вот это вот все. То есть теоретические аспекты, ну, вам, я так подозреваю, больше интересны практически. Как это контролировать, что с этим делать, если оно набегает. Ну, вот давайте попробуем как-то совместить, чтобы вам было любопытно и мне. Я предлагаю, вот, порассказываю такую некую научно-популярную лекцию, а потом уже вопросы дополнительные, там, с места, текстом, бумажками, как удобно будет, кому интересно, на вопросы поотвечаю. Вот, итак, тема, соответственно, нашей беседы – это эмоции. Ну, во-первых, на что это вообще такое, насколько присутствующая здесь представляет вообще о чем речь. Ну, типа, вот эта штука, которую мы все вроде как используем, это, которая, которая у нас есть в голове. Но конкретно, что именно вот мы подразумеваем, тут уже начинаются некоторые сложности. Был такой чувак Уильям Джеймс, это вторая половина, конец 19 века, человек, который, собственно, придумал психологию как науку. То есть он первый подошел, в общем, к богатому внутреннему миру из, вот, естественно, научных, на тот момент только зародившегося вообще научного подхода к миру и к изучению. И вот он стал это изучать. И, в общем, именно вот научная такая рациональная традиция в психологии, и от него-то и пошла. Отец-основатель. И он очень просто дал определение, то есть он не стал просто давать этого определения. Если вот убрать все разные там растанцовки и слова, которыми он оформлял, то есть он по большому счету в своем таком программном тексте, когда говорил о концентрации, восприятии эмоции, ну, то есть восприятие как некое отражение внешней объективной реальности, эмоции как некая субъективная переработка того, что происходит внутри нас, вот. Он сказал, что, ну, в общем, что такое восприятие, что такое эмоции, мы все и так, все прекрасно знаем, потому что мы все это переживаем, поэтому определения я давать не буду. Ну, это то, что и так все знают, чего тут давать определение. Поэтому поедем дальше и будем там дальше уже разбираться с тем, что из этого следует. Ну, поскольку он, опять же, в самом-самом начале, это было 150 лет назад, и мог себе позволить настолько небрежно относиться в дальнейшем, все-таки уже научный метод требовал определений, и на данный момент существует что-то около 200 разных определений эмоций, от коротких вот абзацев до, там, трех страниц с убористым текстом формата А4. И, в общем-то, ну, как оно всегда бывает, когда так много конкурирующих и разных противоречивых объяснений и определений, то есть это всегда говорит о том, что никто на самом деле это внятно не знает, если уж так договориться-то не могут, и по большому счету все они тоже сводятся к тому, что, ну, вот есть эмоции, мы все это испытываем, поэтому вот определение это такое, что я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Мы все эти переживания испытываем, мы, каждый из нас по отдельности, знает, что это такое, поэтому мы не будем давать этому определения, или не можем, или вообще отстанете от нас. Вот. И это, в общем, так вот до сих пор. Ну, то есть, и у меня тоже нет определения эмоций, то есть в дальнейшем час или сколько получится, если честно, я буду рассуждать и говорить о предмете, про который я без малейшего понятия, что это такое, и насколько он вообще объективно существует. Потому что мы тут подходим к следующему моменту. Ну, ладно, окей, что конкретно эмоции? Ну, типа, мы не знаем, но, опять же, предполагается, что в голове у каждого здесь присутствующих, ну, наверное, людей с тяжелыми расстройствами аутистичного спектра, тут в зале нету, или дефектных шизофреников, поэтому все, ну, вряд ли бы вы здесь могли работать иначе. Да, поэтому вот все здесь присутствующие испытывают сейчас, испытывали раньше, и в дальнейшем испытывают какие-то эмоции. Страх, гнев, печаль, отвращение, любопытство, раздражение, влюбленность, счастье, удовольствие, вставьте свое слово. И, ну, и типа, давайте на этом договоримся, что вы знаете, что это такое, я знаю, что это такое. Ну, по крайней мере, мы это переживаем. Далее, а вообще, а существуют ли они, в принципе, в природе? Или нам это кажется? Что, в общем, тоже не тривиальный вопрос, на самом деле. Ну, и тут имеет смысл вообще исторически как-то, ну, то есть даже не то, что исторически, эволюционно подойти, а когда они вообще появились, у кого есть, у кого нет. Ну, вот муха, которую мы пытаемся вот жахнуть, она из-под руки вылетает. Она боится, не боится, как думаете? Испытывает ли муха страх, что ее расплющит? Ну, то есть, ну, не знаю, мнения, наверное, разойдутся, но предполагает, что нет. Что она не боится руки, у нее там в этом даже не мозге, в ганглях срабатывает простейший скрипт реакции на движение. Акула, которая откусывает анквалонгисту ноги, она злится, испытывает гнев, там, ярость, ненависть к этому анквалонгисту. Переживает, например, да. Как же нехорошо как-то получается. Вот, ну, типа, да, договорились, наверное, сможем договориться, что, скажем, насекомые или там червячки не испытывают эмоций, у них толком и мозга нет. А если уже там о позвоночных, рыбы, которые нападают, или там, опять же, гуппи, если у кого там аквариум есть, по щелкам по пальцу, они там вверх поднимаются, у них рефлекс, что сейчас кормить будут. Вот, есть ли они там какое-то вот предвкушение, что сейчас будут кормить, сейчас будут кормить. Испытывают ли гуппи эмоции, испытывают ли рыбы эмоции, когда от нас уходят, или к нам приходят, если речь про акулу. Ну, в общем, да, это получается, там, сложенные программы внутри, да, паттерны поведения, срабатывающие скрипты. То есть, ну, наверное, вроде как не испытывают. Рептилии. Рептилии испытывают, да. Ну, есть ли ответ в вопрос, когда начинают животные испытывать эмоции? Внятного нет, поскольку, опять же, вот к чему я и веду, что внятного ответа нет, по моим представлениям, но это, опять же, это я вот как-то свое видение, свое представление, эмоции появляются у млекопитающих. Млекопитающие совершенно точно испытывают эмоции все. Рептилии, ну, там, если у кого есть, может, я меня обижу, у кого-нибудь есть черепашка или какая-нибудь игуана, и мне на это скажут, ну, как же, как же, она меня очень любит, она как-то даже улыбается, и это самое смешное, щурить глазки, когда я ее там по шею массирую, но, скорее всего, не потому, что она там, вот, удовольствие, щурить глазки, или не потому, что она вам рада, вы никто и ничто, некий объект, и вообще ничего личного, никаких чувств, скорее, я так сильно подозреваю, игуана не испытывает. А вот собаки испытывают, кошки испытывают, ну, млекопитающие испытывают. И, видимо, вот где-то на переходе от рептилии к млекопитающим и появилась такая штука, как эмоции. Открытый вопрос насчет птиц. Есть ли у птиц эмоции? Тут фиг знает. Скорее, да, чем нет. Ну, по крайней мере, у церкви точно есть либо эмоции, либо какой-то аналог эмоций у высших птиц. Высшие птицы – это врановые. Ну, то есть это венец эволюции летающих штук. Ну, то есть, ну, вообще это так несколько в сторону отделяем. Хочу уйти. Вороны, ну, вообще в целом врановые вороны, сороки, галки – это у нас удивительные существа, поскольку они по сложности поведения, как социальные конструкции, у них есть аналоги практически всех моделей, которые существуют у высших млекопитающих, тех же самых приматов, то бишь у нас. Как эволюция, как природа умудрилась в мозге размером в 6 грамм, ну, то есть, которые, соответственно, там очень жесткие внешние ограничения, эта штука в итоге должна летать. Поэтому бесконечно… То есть это самое главное. Поэтому бесконечно размер мозга нагнетать невозможно, поэтому оно вот в предельно жестких тактико-технических характеристиках и каким-то образом туда умудрились воткнуть достаточно, ну, удивительно сложное поведение, потому что вороны очень сообразительные, они точно социальные, они точно способны любопытствовать, способны играть, ну, способны как-то по-простому между собой взаимодействовать и передавать друг другую информацию. То есть, разумеется, им далеко там до человека, им даже далеко до шимпанзе. Ну, по крайней мере, на уровне мозга собаки они уже вполне себе конкурируют. Ну, это так, как заметки на полях. То есть, видимо, у птиц эмоции тоже есть. Учитывая, что птицы и блекопитающие произошли от рептилий двумя независимыми линиями, ну, то есть, скорее всего, эмоции, ну, как некое субъективное внутреннее состояние, было эволюционно изобретено дважды, а может быть еще и, может быть и трижды, и, может быть, там, у вымерших каких-то сложных динозавров какие-то были сложные эмоции. Ну, на этот счет вообще вопрос открыт. И еще раз. А если у руки ответ на вопрос, вы же для чего? Вы прямо, и как раз я ждал этого вопроса, да, собственно, да, вы прямо как, ну, вы читаете мысли. Именно к этому моменту я и хотел прийти, да, то есть вот оно вот так возникло, и тогда, возможно, нам, чтобы понять, что это такое, понять, а для чего вообще эта штука есть. Ну, вот как некое, давай там даже, опять же, не погружаясь в четкие определения, ну, внутреннее какое-то субъективное состояние. Давайте на этом сойдемся. Зачем оно нужно вообще? Ну, раз уж оно как минимум дважды эволюционно было, эволюция изобретена два раза независимо друг от друга, видимо, какие-то бонусы, какие-то серьезные ништяки это дает. Какие бонусы, ништяки вообще это все может теоретически давать? Ну, и тут, опять же, некий уход немного в сторону, и в целом, такой общий философский, кто мы такие, и как мы, как стоит оценивать ценность нашего, так сказать, богатого внутреннего мира, и насчет богатого внутреннего мира, и насчет эмоций, чувств, переживаний. Я понимаю, что, наверное, из уст психотерапевта и психолога это несколько еретически звучит, но я глубоко убежден, что в богатый внутренний мир психика наша и в наше внутреннее субъективное состояние какой-то особой самостоятельной ценности, в общем-то, не имеет. То есть, и в общем, это не особенно-то значимо. Значимо то, что мы делаем, значимо наше поведение. То есть, вот, обучаемые когнитивные машины по принятию решений, которые вы называете своими индивидуальностями и яркими личностями, вот, и от этой машинки эволюционно требовалось и требуется сейчас максимально сложного разнообразного поведения. В этом смысле я абсолютно такой твердокаменный, фанатично убежденный бихевиорист. То есть, первичное поведение, все остальное, психика, наши там богатый внутренний мир, душа, эмоции, все это заточено и изначально призвано и следует рассматривать только исключительно в плане того, чего оно дает для поведения. И эмоции такие для поведения дают много чего. Эмоции значительно, намного и серьезно усложняют вот это самое движение поведенческой машинки, потому что упомянутые мухи, карася, рептилии, ну, то есть там вправо-влево, вправо-влево, то есть там вот простенькие скрипты щелкают, ну, то есть вход-выход, вход-выход, то есть внешнее восприятие, какая-то информация входит, там мозг это по своим программам, паттернам обрабатывает, и на выходе получается поведение. Поведение достаточно несложное и предсказуемое. Вот, а если, ну, то есть, ну, поскольку вот система вход-выход, и внутри там понятные процедуры обработки, эмоции же фактически это некое субъективное состояние, то есть и вот тут важный момент, зачем, что они дают и зачем они нужны. Это дополнительный узел сложности, это дополнительный блок обсчета входящей информации. То есть это внутреннее субъективное состояние, то есть не просто вход-выход, а вход, какая-то вот эмоциональная часть, там, обработка, и потом уже выход. И это резко и значительно повышает поведенческую сложность системы, поэтому самая примитивная, самая тупая млекопитающая, какая-нибудь мышка там или крыса, поведенчески намного сложнее там самой сложной, самой продвинутой рептилии. Вот тут вообще хочу рассказать такой своеобразный личный опыт. Как-то в Камбодже был я на крокодиловой ферме, и там вообще это очень прикольно, ты идешь на настил, и чертову ему под тобой всех этих крокодилов. Должен сказать, вообще неприятные твари, а еще их можно было кормить. Ну, можно рыбой кормить, можно было там этими цыплятками, вот. И самые-самые дорогие были гуси. Можно было покормить их, вот, конечно, этически неоднозначное решение, но я подумал, ну, в конце концов, это Камбоджа, и вообще никто не узнает, если я никого не скажу, покормлю я крокодила. Так вот, крокодилы, и они лежат, и не движутся. То есть смотришь на них, смотришь, и ему, ну, то есть это вот бревно лежит. То есть я понимаю, почему так часто. Ну, вся эта вот история про то, как крокодила за бревно принял, потому что эта штука не шевелится. Ну, то есть ей не скучно, ей не интересно, ей не любопытно, оно не, ну, то есть оно даже, оно не злится, не расстраивается, оно, ну, то есть оно может делать что-то, может не делать ничего. То есть когда не делать ничего, просто лежит, пасть открыла, и не шевелится. Что, в общем, как-то вот, как-то вот напрягает несколько, потому что понимаешь, что эта хрень живая, а она ведет она себя вот не как привычные нам. Ну, все-таки мы в основном привыкли иметь дело с млекопитающими, ну, помимо прямоходящих приматов здесь присутствующих, там кошки, собаки, ну, все равно теплокровные, хотя бы как-то минимально там подергиваются, там, ну, то есть что-то надо как-то вот совсем неподвижно, а это, и все. И берешь гуся, соответственно, гуся отпускаешь, гусь, ну, с... Гусь живой? Боюсь, что да. Ну, какое-то время, да, живой. Поэтому я сказал, что я, типа, не кидайтесь в меня, то есть я понимаю, что этически неоднозначное решение, оно очень любопытно было, что будет, и опять же я подумал, а в конце концов это Камбоджа, как эта глухая провинция, никто не знает, как я, крокодилов. Вот. И там они как дальше, они как мышеловки, то есть такие... То есть все эти бревна приходят в движение, то есть и механически вот начинает дыдыч-дыдыч, какой-то движняк несколько секунд, кто-то один успел, гусь вякает, гусь, все, и потом эта хрень ползет по другим в сторону бассейна, чтобы там уже, ну, тоже там рефлекс у него поймал, иди топить. Вот, и проходящий мир, и он проходит, и его, так сказать, коллеги-крокодилы тоже, то есть рефлектура нащелкивает вот этими джж-джж-джж. Это тупая поведенческая машинка. Я не думаю, что они при этом как-то радуются или печалятся, или злятся. Вот, млекопитающая сложная поведенческая машинка, и вот для чего нам нужны эмоции, то есть нам намного сложнее, поскольку, ну, опять же, про птиц, как уже сказано, вопрос остается открытым. То ли они изначально уже с эмоциями, ну, то есть они не знают там на уровне воробьев и голубей, ну, тоже, по-моему, тупые существа достаточно, ну, вот вороны какие-то эмоции испытывают, то есть либо птицы уже, будучи птицами, переизобрели эмоциональное реагирование, либо там на заре формирование, ну, так или иначе, это было независимо друг от друга, и это огромный большой бонус млекопитающих. Это огромный большой бонус, почему в итоге-то эволюционную гонку млекопитающие выиграли. Ну, там, помимо известных из биологии того, что у них плаценты теплокровные и прочее, прочее, прочее. Ну, еще плюс к этому, они, мы, поведенчески намного сложнее. И вот у млекопитающих уже эмоции есть, поэтому есть, существуют животные модели для тревожности, для депрессии, и, в общем-то, достаточно вроде бы человеческие такие высшие состояния, там, тревоги, депрессии, печали можно продемонстрировать на тех же крысах. Ну, то есть, понятное дело, что, наверное, крыса не депрессует, там, не хандрит и не печалится в нашем понимании, там, или у нее, там, нету каких-то именно тревожностей, она там, ой-ой, что же будет, что же будет в такой форме, вот, а вдруг мне не получится, а вдруг я там дедлайны сорву, а вдруг там меня накажут и бла-бла-бла. Ну, в такой форме явно у нее это не происходит. Ну, это базовая модель, она, несомненно, совершенно однозначно отыгрывается. И далее, ну, то есть, это вот серьезное, большое эволюционное преимущество, их, вот, хочу подчеркнуть, что оно, огромное преимущество именно сложности, разнообразности эмоциональных процессов в том, что оно дает какие-то дополнительные условия сложности, дополнительные возможности разнообразия поведенческих. То есть, у кого эмоций больше, у кого эмоции разнообразнее, тот и круче, тот и молодец, тот более сложно может себя вести в разных обстоятельствах. И в дальнейшем уже внутри эволюции млекопитающих, то есть, это, соответственно, развивало, росло и развивалось. И у приматов, соответственно, как самых социальных и поведенчески достаточно сложных существ, наиболее разнообразна эмоциональная сфера. Ну, и вот у нас, как у самых разумных и, опять же, поведенчески сложных из всех приматов, мы особенно крутые в плане эмоционального интеллекта. Именно это, по большому счету, является главной нашей эволюционной фишкой, главным, так сказать, адаптационным преимуществом. То есть, то, что мы еще и разумные, это уже таким, это уже бонус-треком было, и это уже, в конце концов, достаточно поздно возникло. То есть, то, что мы там способны к абстрактному мышлению, к разговору разговаривать, лекции читать и прочее, прочее, прочее. То есть, это уже было сильно потом. То есть, то, что мы способны к сложным и разнообразным, и множеству оттенку эмоциональных реакций, как способов обработки информации и дальнейшего выхода на какие-то, и дальнейших поведенческих выхлопов. То есть, это было изначально, и это все, это общее для всего человечества. Ну, именно поэтому базового языка у нас нету. Ну, тут у Хомского есть на этот счет мнение, что какая-то базовая грамматика есть. Ну, это тоже до сих пор открытый вопрос. Ну, все-таки, там, у нас не заложен изначально язык, если мы ему не обучены. А эмоции заложены изначально. Поэтому, стой стрелять, буду сказанное по-китайски, вы не поймете. Но выражение лица, обозначающее гнев, угрозу, любой человек, ну, или любого другого человека на планете, вы и я с легкостью опознаем. То есть, вот, там, и масса на этот счет картинок базовых эмоций, которые общие для всех людей и универсально опознаются. Смех, страх, печаль, гнев. Далее по списку, там, что, отвращение. Некие, ну, то есть, эмоции у всего человечества едины. То есть, они возникли, они случились и на заре нашего вида, и гораздо раньше, чем появилась культура, чем появились языки, чем появилась вот современная наша уже высшая психика. И поскольку это сложная древняя машинка, ну, соответственно, она и ломается часто. В общем-то, нарушение эмоций, они, ну, процентов 60, а то и 70 в психиатрической, психотерапевтической практике занимают. Ну, о чем еще поговорим? Про эмоции в следующий момент. Ну, вот. То есть, да, и вот мы, типа, договорились о том, что вот есть такая... То есть, про них можно сказать, что они однозначно существуют. А дальше уже, а из чего они? Ну, следующий вопрос, а из чего же они состоят? Тут, опять же, никто ничего... Как и во всех предыдущих моментах, тут тоже никто внятно ничего не знает, поскольку было и остается множество исследований. Там появились в середине 90-х, и от этого взлет нейронауки случился. Появились функциональные томографы, то есть появилась возможность на живую посмотреть мозг, где он активен. Ну, то есть там, на самом деле, не где он активен, а где он кислород потребляет. Ну, это уже отдельные недостатки техники. Сильно продвинулись в том, что в понимании, как вся эта нейробиология, как вся эта машинка внутри головы работает. Появилась масса там моделей и представлений о том, как, где и какие эмоции существуют. Но в конечном итоге ничего толком мы не можем сказать, кроме того, что человек думает мозгом и эмоционирует тоже всем мозгом единовременно. Вот достоверных, точных способов отличить одну эмоцию от другой, там, гнев от страха. То есть есть способы отличить, вот в этот, посмотреть на мозг и сказать, вот на данный момент этот человек сильно переживает или спокоен. То есть мозг человека, который никаких особой эмоций не испытывает, просто там все что-то насвистывает, сидя в этом гудящем томографе, отличается от мозга человека, который в этот момент там был в бурной печали или в бурной радости, или вот в сильном аффекте. То есть там он полыхает и горит ярче. Но именно чем, по поводу чего он полыхает, оно особенно не отличается. Вот эта вот лимбическая система, а, наверное, не знаете, что это лимбическая система, это все надо отдельно рассказывать. Ну ладно, расскажу. То есть эмоциональная часть, то есть достоверных, точных способов отличить одну эмоцию от другой, в общем-то у нас до сих пор не существует. И не факт, что они вообще как-то на уровне нейробиологии, на уровне мозга, не факт, что они как-то отличаются. То есть мы, хотя вроде бы там субъективно, мы совершенно однозначно, четко, любой человек понимает, когда он злится или когда он боится. И более того, мы за доли секунды способны опознать, глядя на другого человека, если ярко на нем это проявляется, он злится либо боится, либо в печали. Ну если именно использовать только какие-то объективные штуки, там томографы, анализы, любого рода, то есть способов отличить нет. Как бы очень странная и, прямо скажем, удивительная штука, которая скорее, ну, принимается всеми просто потому, что ну вот так оно, вот так вот. Никто особенно не задумывается. А так, если вот всерьез об этом подумать, ну, это фактически как, если бы было такое с человеческим состоянием, что каждый из нас постоянно видел какие-то галлюцинации, там, ангелов, демонов, которые бы активно вмешивались в нашу жизнь, что-то советовали, перебивали, навязывались, болтали с нами. И при этом они бы, ну, мы бы их видели всю жизнь, и больше, и никакого способа их увидеть больше не было. То есть они бы не отражали в зеркале, не фиксировались ни на каком фотоаппарате, ни на рентгене, и никто, кроме нас, этих бы ангелов и демонов и разных существ не видел. При этом мы бы точно знали, что у каждого из них есть свой собственный набор этих персонажей, и которого только один человек видит. А никто снаружи не знает, и не видит, и нет способа увидеть. Вот примерно то же самое происходит с эмоциями. То есть то, почему мы вообще про них можем говорить, потому что каждый из нас это испытывает. При этом никаких способов объективно их вытащить наружу, и как-то замерить, и опознать, и вообще сказать, что да, эти штуки существуют, и вот это вот гнев, вот это вот печаль, вот это вот страх, их до сих пор не существует. Хотя теории на этот счет, ну, понятное дело, надо что-то как-то классифицировать. Теории на этот счет есть множество. И сейчас, в общем, в нейронауке такая модель Экмана, и от нее производные, что существуют некоторые базовые эмоции, от которых все прочие эмоции произошли. То есть изначально это называлось пять базовых эмоций, а именно гнев, страх, отвращение, печаль, что я забыл? Радость. Да, 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 что он, вот, это конца 70-х, потом он сказал, что их нет 9, потом, что нет их вообще 14, то есть там еще добавлял любопытство, храбрость, вину, стыд, еще прочее, прочее, потом опять же редуцировал, что нет, это уже слишком сложно все, может их все-таки 7 или даже их 5. И в разных моделях, то есть это такая превалирующая на данный момент в дискурсе модель, ну, она вот настолько популярна, что она уже вот дошла до какой-то до массового сознания, недавний мультик «Головоломка», да, по-моему, назывался, да, где, если вдруг кто видел, где это, в общем, эта вот модель отражена, там тоже 5 эмоций, которые вот рулит человеком. Модель, конечно, хорошая, но и удобная, но тут понимать, что это опять же как рабочая модель, то есть через призму этих вот базовых эмоций удобно про свою голову думать, удобно себя на запчасти разбирать, но тут стоит понимать, что у нас на самом деле ничего подобного нет, нет никаких базовых эмоций. Иначе бы они хоть как-то объективно можно было их отличить, ничего мы не наблюдаем. То есть, по большому счету, эмоции, что бы это ни было, то есть это вот некий спектр субъективных состояний. И вопрос, сколько их там у человека имеется в голове, он, ну, в смысл примерно такой же, а сколько цветов в радуге? Четыре или семь или миллион или один, ну, вот это радуга, это бесконечный спектр, то есть видимых оттенков. Их ровно столько, сколько у нас есть слов для этих самых оттенков. 400 лет назад, когда мне в русском языке еще не пришли голубой, оранжевый и фиолетовый, человек бы сказал, что у радуги четыре цвета, ну, потому что он так видел. Сейчас мы видим семь цветов, потому что мы обучены семи базовым цветам. А так сколько цветов? 150. Говорят, что примерно 150 оттенков ненатренированный глаз способен отличать. А так бесконечно. Ну, там, типа, профессионалы, там, за 10 тысяч вроде как видят. По неподтвержденным, правда, данным. То же самое эмоции. Эмоции у человека ровно столько же, сколько у нас есть для этого слов, и сколько мы способны все эти бесконечные оттенки серого, ну, в данном случае цветного, опознавать и различать. То есть это не набор из каких-то вот кубиков. То есть это бесконечный спектр, который, опять же, как уже говорилось, его задача в том, чтобы обеспечивать разнообразие и сложность поведения. То есть это вот, ну, условно говоря, это можно называть как некий обезьянный интеллект или эмоциональный интеллект. Это отдельно, может, там, слышали популярная такая модель про существование отдельно символического интеллекта, отдельно эмоционального интеллекта, который вот есть высший символический, то есть это наша способность к умозаключениям, к размышлизмам, к логике, к вот последовательности принятия решений. И есть эмоциональный интеллект, то есть то, насколько мы ярко, сочно, разнообразно, быстро и по делу испытываем эмоции сами, насколько мы их способны опознать окружающих. Вот. И вокруг этого там несколько переоцененная движуха, в общем, возникает. Ну, человек, который это придумал, это термин эмоций, эмоциональный интеллект, его там активно продвигает, различные тренинги и курсы по прокачке, условно говоря, этого самого эмоционального интеллекта. Ну, опять же, модель, она красивая. И я, в общем, ее и в практике активно часто использую. Ну, тут так же, как и в предыдущем случае, в примере стоит понимать, что это рабочая модель, это только для удобства. На самом-то деле эмоциональный интеллект какого-то внятного научного смысла термин этот не имеет. Оно, ну, не разделяется. Оно все на все завязано, гвоздями приколочено, не отодрать. Ну, для простоты, для собственного удобства, в общем-то, имеет смысл вот именно так рассматривать. Ну, условно говоря, человек, человеческую обезьянью часть, то есть поскольку то, что мы считаем за высший символический интеллект, ну, то есть, вот, опять же, наша способность к умозаключениям, размышлениям, то есть это... на этом-то очень небольшие объемы мозга и очень небольшие вычислительные мощности именно этому посвящены, то есть это вот фронтальные доли. Большая часть... Ну, это как раз-то та самая лимбическая система, то есть вот подкорка, стриатум, миндалины мозга, ну, там, там, большая сложная машинка, и в которой, в общем, основные мощности, вычислительные мощности мозга занимает, она посвящена именно вот вычислению и выработке эмоций. То есть, ну, очень-очень условно это вот можно называть это обезьянным интеллектом. Ну, то есть он не совсем обезьянен, скорее, он человеческий, но вот он то, что происходит ниже и глубже самоосознания. И вот эта вот эмоциональная часть, она, которая производит эмоции, фонар быстрая, но тупая, ну, очень быстрая. То есть ее преимущество, ее выигрыши, это скорость, скорость и постоянные, и огромные объемы, поскольку мы же даже особенно не замечаем, с какой скоростью, как часто мы в течение дня, в течение жизни принимаем решения. То есть, ну, там, за сегодняшний день вы приняли уже десятки мелких решений, которые даже решением не воспринимаются, которые, ну, прощелкивают, 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 прощелкивают. И они не воспринимаются, как там результат каких-то вот решений с большой буквы, как результат каких-то вот серьезных умозаключений, каких-то выборов, то есть которые происходят, ну, то, что называется, интуитивно. Но они же тоже не с небес как-то снисходят на нас все эти мелкие повседневные выборы, то есть там, это как мозг принимает свои решения, вот эта вся машинка делает выборы, делает выводы и выдает инструкции на поведение. И то, что для нас это воспринимается как потому, что это мгновенно, интуитивно, то есть только потому, что мы просто такой скоростью думать не умеем. То есть сколько нужно времени, чтобы подумать самую простую мысль? Ну, секунды, наверное, или минуты, как бы что-то там посложнее, это может часами или днями можно на чем-то размышлять. А сколько нужно времени мозгу, чтобы ту или иную эмоцию воспроизвести? От 400 до 700 миллисекунд, то есть где-то полсекунды в среднем. То есть это тоже какое-то время, это тоже там какой-то каскад принятия решений, по результатам которым вот эта самая условная обезьянка, вот этот мозг нам показывает картинку, карточку, на которой написано бойся, злись, тревожься, печалься, вставьте свое слово. Ну, поскольку мы с такой скоростью думать не умеем, поскольку мы с такой скоростью себя рефлексировать, осознавать не умеем, для нас это не является результатом какого-то там своего рода размышлизма, размышлений, когда не является своего рода результатом, каскадом принятия решения, оно как некое азыз, да, то есть вот и просто я боюсь или я печалюсь, я злюсь, я тревожусь и так далее и тому подобное. То есть вот и в этом базовое искажение, ну даже это не сказать, что искажение, то, что мы воспринимаем свои эмоции, свое вот это субъективное состояние как конечную данность, как вот некую объективную реальность внутри нас. То есть вот есть внешняя какая-то реальность, вот идет дождь или снег, или солнечно, или пасмурно, и нам это может нравиться, может не нравиться, но это вот так вот, это вот оно. Ну вот и по этому поводу, опять же, можно прятаться под зонтик или идти там вжимать голову в плечи, или как-то расправиться и наслаждаться прекрасным днем. Ну, но это вот, это донос высшей мысли, вот это реальность внешняя. И ровно так же мы относимся к своим эмоциональным внутренним состояниям как вот некая реальность, данная нам в ощущениях. Я печалюсь, я тревожусь, я радуюсь, я злюсь, или я там, я что-то. Мы не воспринимаем это вот как решение, которое принимает мозг, мы воспринимаем это как вот такое внутреннее, это самое пространство. Что, конечно же, не так, поскольку, то есть это не является реальностью, это не является окончательным каким-то затвержденным выбором. Мы это так воспринимаем, потому что мы не умеем с такой скоростью думать, мы не умеем отслеживать поведение собственного мозга. Это, в общем-то, опять же, это искажение, но не сказать, что там трудно назвать, это не баг, это фичер, если угодно. То есть, поскольку мы интуитивно, у слова там интуитивно, тоже, наверное, тоже интуиция, тоже не совсем то слово, но мы доверяем своим эмоциям. Это нормально, это естественно, это вот в природе человека. Ну, потому как по факту эмоции – это какие-то готовые решения поведенческие. Там, нападай, убегай, затаись, веселись, ничего не делай, что-то делай. Ну, поведенческие инструкции. Это вот возвращаясь к тому, что сложность, они существенно, значительно повышают нашу поведенческую сложность. И мы привыкли им верить, мы привыкли их там без особой критики воспринимать. То есть, ну, что есть, то есть. Это, опять же, повторюсь, что не сказать, чтобы в этом было что-то не так, ну, поскольку мы не сможем не доверять им. Да, вот мы без завязни, в бесконечных проверках, перепроверках, мы думать фактически не сможем, поскольку это бензин, на котором наша машинка едет. То есть человек, у которого отобраны эмоции, очень быстро теряет способность к мышлению, очень быстро теряет все. Ну, в яркий тому пример – шизофрения в конечной стадии дефекта. Когда у шизофреника вот это все это ломается, и он перестает испытывать какие-то, то есть сначала блекнет эффект, потом он перестает испытывать какие бы то ни было эмоции, это достаточно быстро приводит к приобретенному слабоумию. И, ну, и, собственно, до появления современных препаратов это практически всегда происходило, и изначально вот шизофрению называли приобретенным слабоумием, то есть была вот врожденная, то есть, ну, это дети олигофрены, там, даун и дебилы, ну, то есть вот с умственной отсталостью была поздняя, то бишь там альцгеймеры, исторические маразмы, и вот была среднего возраста, которая как раз вот развивалась у шизофреников. Сейчас уже, по счастью, все не так печально, ну, просто как слово в защите эмоций, как яркий пример того, насколько они полезны, насколько они цены и необходимы для вообще для нашей, для возможности какие-то психические процессы хоть какие-то осуществлять. Можно вопрос? Да. А почему мужчины и женщины по-разному эмоции себя проявляют? Прежде всего, в более национальном ощущении. Неизвестно, так ли это. Скорее всего, культурально обусловлено и натренировано. Ну, то есть тут больше социальности, чем биологической природы. Хотя она тоже есть. На эту тему огромное количество копий сломано и продолжает ломаться. То есть вот отличается мозг человека в плане межгендерном. Да, чуть было не сказать, отличается ли мозг человека от мозга женщины. Если коротко, да, но не сильно. То есть это не есть там какие-то принципиально там по разные стороны, одни из Марса, другие из Венеры. То есть это не какое-то принципиальное и непреодолимое разделение. Это скорее вот статистическое распыление там с пиками. То есть статистически женщины несколько более эмоциональны. Статистически женщины несколько более склонны там вовлекаться и в хорошем и в плохом смысле в эмоциональные какие-то состояния, в переживания. Соответственно, и проблемы у них с этим тоже чаще бывают. Поэтому депрессивных для тревожных расстройств не так явно. Для клинически выраженных депрессий у женщин почти в два раза больше чаще, чем у мужчин. Тревожность там не в два раза, но тоже заметно чаще. То есть эта штука, ну, поэтому, ну, то есть не потому, что они более депрессивные, потому что эта машинка мощнее работает, активнее, и сложнее устроена, поэтому и ломается чаще. А это не потому, что мальчик воспитывает в городе, не мальчик в два раза? В том числе. Вот поэтому, собственно, да, чего я говорю, не только поэтому. То есть там есть какие-то биологические, то есть в любой, даже если будут абсолютно одинаково, я так подозреваю, абсолютно ровно, безгендерно, безгендерных ролей воспитывать мальчиков, девочек, все равно девочки будут несколько более эмоциональны, там, в силу биологических причин. В том числе завязка на гормонов, ну, как тот же самый, не знаю, материнский, материнский и матьцовский родительский инстинкт. То есть у женщины это завязано на гормоны, женщины любят, ну, то есть именно вот вперед работающего материнского инстинкта не существует, чтобы понимали, ну, то есть нет никаких биологических часов, текающих в голове, нет никакого вот на уровне биологии существующего хочу младенчика себя, это все культурально. А вот в обратном, то есть когда этот уже есть младенец, ну, то есть, опять же, потому что это изначально, в этом нет биологического смысла, и природа просто так ничего не придумывает. То есть вот это вот уж замуж не втерпешь, и какой-то вот материнский вперед, что хочу детей заводить, хочу размножаться, этого нет, поскольку, ну, в нем смысла нет, биологии в эволюции, в древности, про контрацептивы ничего не эволюция не предусматривала, поэтому не было в этом никакой, и нет никакой в этом нужды. То есть с животными мы умеем заниматься сексом, нам это нравится, все, а дальше все как-то само собой. То есть все эти обезьянки трахаются, про предохранение никто не предусматривал, из этого, естественным образом, получаются дети. Не надо никаких умножать сущностей, так машинка едет. Другой вопрос, что когда уже появляются дети, когда уже у тебя младенец на руках, то биологически надо, конечно, опять же, обеспечить, чтобы мамка своего младенца не сожрала, как некоторые делают животные, не бросила, не забыла и т.д. То есть какое-то обеспечить родительское поведение и заботу. И на этот счет существует биология, на этот счет существует пролактин, окситоцин, врубается там микроинъекция эндорфина. Ну, если по независимым от женщины причинам, она начинает младенца, ребенка любить. У мужиков, соответственно, этого не происходит, потому что у них пролактин, окситоцина нет, то есть первично, биологически, поэтому эту штуку надо запускать. Ну, там, решается тем, что там больше трогаешь, больше вот эту вижащую штучку на руках баюкаешь и больше любишь. Ну, то есть, там, эффект вкладчиком. Мы любим тех, о ком заботимся. Ну, если хотя есть широко распространенное заблуждение, что мы любим тех, кто о нас заботится, что тоже правда, но в гораздо меньшей степени. так, мы уехали в гендерной истории. Да, то есть, да, есть биологическое различие, не настолько масштабное, не настолько значимое, как популярная психология привыкла описывать, рассказывая про то, что мужчины, вот все эти байки, мужчины такие, женщины такие, и это, типа, это два разных берега, им никогда не сойтись, то есть, это все неправда. Другая крайность, там, условно, там, такое радикально-феминистическое, очень, так, закавычено, условно, что вообще все одинаково, все люди равны, между женщиной и человеком нет никакой абсолютно разницы. Это, в общем, тоже не совсем справедливо, все-таки она есть. Собо очень похожи, да? И, например, чувство опасности. Ну, да, конечно. И есть инстинкт. Да, ну, вообще... Да, разумеется, они не отличаются, это одно и то же, поскольку, ну, в целом-то, инстинктов вообще, на самом деле, не существует. Нет инстинктов. Ну, вот. Идея про то, что есть инстинкты, когда, опять же, там, на уровне Павлова и про рефлексы была придумана, ну, на тот момент, опять же, как рабочая модель, чтобы объяснить и понять вот на человеческое, ну, и вообще животное поведение. То есть это вот именно, это не то, что они объективно существуют. Это вот как с базовыми эмоциями. То есть объективно не отличаются страх от гнева на самом-то деле с точки зрения нейронов, с точки зрения биологии. Вот для нас субъективно они очень сильно отличаются, объективно нет это одно и то же для мозга. Ну, то есть мозгу без разницы, какую картинку нам рисовать. то есть он, то есть это изображение, это картинки внутри головы, это изображение на экране, ровно так же с инстинктами. Это условное обозначение неких процессов, на самом-то деле их нету. А эмоции, эмоции, видимо, на самом деле все-таки есть, но опять же, насколько они отличаются друг от друга, тут невозможно судить, поэтому инстинкты от эмоций не отличаются в том плане, что это, ну, это один и тот же процесс, просто на который смотришь сразу с одной стороны или с другой стороны. То есть они, таким образом, они связаны, что они не отличаются. То есть в этом смысле, сейчас расскажу, а то вдруг я уже собирался рассказать о том, что вы как раз хотели спросить, вы каждый раз спрашиваете, а я вот... А потом, что вот продолжаем эту идею, что имеет смысл вот наши эмоции и переживания и записывать и оценивать именно как функционал, то есть исходить из того, а для чего они нужны. Ну, то есть это и для понимания себя это важно, ну, и в целом забегай вперед для работы с эмоциями, поскольку не существует положительных, отрицательных на самом-то деле эмоций. Там они не делятся на хорошие, плохие, приятные нам, неприятные, которые хочется побольше испытывать, которые хочется поменьше испытывать. Ну, то есть формально мы их, конечно, можем разделить, но мозг нам не для удовольствия выдан, а для дела. Эмоции делятся на полезные и вредные, на те, которые повышают нашу поведенческую сложность, повышают нашу эффективность и понижают нашу эффективность. Ну, в общем-то, это первый и последний единственный фактический вопрос, который стоит задавать к своей голове отчет и к любой эмоции, которые там приходят, отчет у меня в голове делает, То есть, зачем ты мне нужна? Ну, и оно, там, страх или гнев, хорошее переживание или плохое, ну, типа формально, вроде бы неприятное, хорошо бы его не испытывать. с другой стороны, оно много, в каких ситуациях бывает весьма полезно и эффективно и нужно. То есть, в целом, тревога, как функция от принятия решения в условиях неопределенности, то есть, оно облегчает, облегчает поведение. Сделать, это вот к вопросу про инстинкт, то есть, это уже, ну, фактически, это готовое решение, там, как вот ланчбоксы, да, чтобы бесконечно не перепродумывать, а что же мне делать в ситуации, когда из-за угла на меня выезжает машина и визгом тормозов юзом на меня наезжает. То есть, просчитать траекторию меня, с какой скоростью эта большая железная штука на меня надвигается и что же надо делать? Ну, наверное, надо громко взвезнуть и отпрыгнуть назад. И вот, пока мы это делаем, она уже, она уже на нас наехала. У нас вместо этого есть эмоции, мы испытываем страх, мы отпрыгиваем в сторону, то есть, да. Я тут немножко задумался. У меня вопрос, если инстинкты рассказали, что мне, а потом, знаешь, эмоция страха перед приезжающей машиной, в этом взяли как эмоции. А в начале лекции говорили, что у мужчин нет эмоций. Надо быть какие-то другого наоборот? Нет, я не говорил, что у человека нет эмоций, но, очевидно, есть эмоции. самосохранения. Или... Терминологическое удобство, на самом деле, это с тем же успехом можно назвать чувством самосохранения или эмоцией самосохранения. Будет абсолютно то же самое. самостоятельные эмоции самосохранения нету, но есть эмоции, обеспечивающие нам избегание опасности, то бишь страха, например. А так там... Да, а мух от руки улетает, да, и вопрос, есть ли у него какое-то особое внутреннее состояние. Ну, скорее всего, нету. Есть ли у нас какое-то особенное... Ну, то есть, если вот поставить меня ногу на ногу и дать молоточком, я ногой дергаю рефлекторно. То есть, это является... Это рефлекс. Является ли это эмоцией? Ну, наверное, нет. Я ничего при этом... Ну, насколько я себя могу опознать, я никаких чувств и переживаний по поводу вот этого вот рефлекса не испытываю, просто потому, что удар сокращения афферентной-эфферентной сокращения рефлекторной мускулатуры. Ну, получается, ну, тогда мы в этом плане не отличаемся. Когда у меня сзади там, у меня сзади там, у меня сзади там, тыклый паркс, мне очень вздрагиваю сильно, у меня даже машина. Я еще упугалась. Я еще при этом, да. Да, но при этом... Технические реакции, ну, это не отличается от того, что мы ходили у вас в какие-то минуты или там... Базово нет, ну, разумеется, в каком-то смысле это все от этого произошло, но предполагает, что вы несколько более разнообразны в поведении. Если я там к вам со спины подойду и скажу, отдай свое сердце, ну, то есть вы можете отпрыгнуть в сторону или взвизнуть, или ойкнуть, или испугаться, или развернуться и залепить мне в табло, что тоже возможно. То есть и вот... То есть и тут у вас больше... Ну, то есть и для этого эмоции нужны. То есть это некий... То есть это может быть страх, тревога, гнев, злость или какие-то сложные комбинации, что... Или просто там недоуменно посмотрите, сказать, что, дурак, что ли? Ну, то есть вот... То есть вы не будете каждый раз, когда я сзади подхожу, хлопаю у вас по плечу и кричу там, стой, кто идет или отдай свое сердце, вы не будете каждый раз предсказуемо отпрыгивать, как каждый раз будет предсказуемо отпрыгивать муха, если я сделаю его так вот. То есть машинка обучается. Ну, то есть в этом смысл эмоций. Да? И сначала, возможно, первый раз это будет страх, потом это будет гнев, потом это будет недоумение по поводу бесконечно повторяющейся несмешной шутки, например. И этим оно отличается от инстинкта. Ну, то есть инстинкт по определению не обучаемый. Он инстинкт. То есть вот которых в общем в такой форме, как это представляет нейрофизиология, скорее всего, нет. Вот. Вот. Поскольку эмоция эта штука обыдет. Ну, и вообще смысл эмоций сделать нам поведенческое разнообразие и сделать нас более обучаемыми. Ну, поскольку это да. Правда, что большинство решений основывается на эмоциях? Большинство решений основывается на эмоциях? Ну, к сожалению, да, правда. Огромное количество решений основывается на эмоциях и в этом, в общем-то, беда. Ну, беда и благословение, смотря с какой стороны к этому вопросу подходить. А сколько? Ну, вот и тут следующий момент. поскольку, как я уже объяснил, это штука древняя и сложная, вот это вот обезьянья часть, ну, и ломается она, поэтому машинка это часть, поэтому, ну, то есть, в огромном количестве это самое частое из всех психических нарушений человека, это расстройство вот аффективного спектра. Они не, ну, если вот, если объективно смотреть, если вот всех считать, то есть, если спросить профессиональных психиатров, они, в них, возможно, будут отличаться, ну, просто потому, как люди с этим не доходят и не приходят, все-таки, именно вот такая большая-пребольшая психиатрическая медицина имеет дело с большими-пребольшими нарушениями, ну, вот в пограничных состояниях или там в практике психолога, в практике психотерапевта это очень сильно заметно. Чаще всего, ну, по разным оценкам для России не существуют статистики внятные, это уже американская статистика, что порядка 30-33% от популяции, то есть, от всего населения в течение жизни имеют или имели те или иные нарушения, клинически выраженные, то есть, в медицинском понимании, нарушения эмоционального спектра. Ну, в первую очередь, это касается различных тревожностей и тревожных расстройств, фобий, страхов и депрессии. То есть, это каждый третий. И это не просто, и это подчеркнуло, имеется в виду именно клинически выраженные, не то, что там несколько запечалился, захандрил или затревожился, что вот в рамках нормального состояния или там просто день был неудачный, а именно вот имеется в виду клинически выраженные, то есть, медицинского масштаба проблемы. Каждый третий. Это не то, что прямо сейчас, ну вот в течение жизни у него было или будет, или даже прямо сейчас происходят те или иные там тревожные либо депрессивные расстройства. То есть, первый, второй депрессивный, первый, второй тревожный. То есть, это очень, это очень часто, ну чаще, не знаю, только грипп, наверное, какой-нибудь простудные заболевания чаще у человечества происходит. Ну, мы к этому привыкли, с этим особенно живем-поживаем, ну, как-то страдаем, конечно, но в большинстве случаев людьми это не воспринимается как проблема. Ну, раньше вообще особенно, поскольку не было инструментов для решения, типа, не считалось там. Ну, если даже и сейчас пойдите, пожалуйтесь на то, что, скажем, у вас депрессия, ну, там массовое сознание и бытовая мудрость, что он скажет, ну, типа, ну, пойди развейся, или тебе просто делать нефиг, это безделье, или, ну, тебе там надо влюбиться, или спортом заняться, или вставьте свое слово. Ну, то есть, на таком уровне. То есть, это не воспринимается как какая-то самостоятельная проблема, но при этом единовременно оно и сильно переоценивается как проблема, поскольку, вот, некая проклятия, чел, это печать проклятия на челе, что ужас, ужас, и с этим ничего поделать невозможно. Очень даже с этим можно много чего поделать. Собственно, по вопросу, чего с этим можно поделать, и насколько часто люди принимают решение, основанное на эмоции, повторюсь, к сожалению, или к счастью, но часто огромное количество наших решений мы так или иначе принимаем на основе каких-то эмоциональных решений, каких-то эмоциональной обработки, опять же, потому как изначально эта штука предназначена для быстрого принятия решения. То есть, это готовые выводы, готовые решения, которые каждый раз не нужно подолгу как-то размышлять и обрабатывать, оно тебе, вот оно готово, выдается, тебе вот эта обезьянка внутри головы показывает карточки, и там уже ты не думай, ты просто прыгай. Печалься, злись, нападай, бегай. готовые выводы, которые, чтобы мы на них как-то хоть внимание обращали, они упаковываются в некие для нас значимые субъективные состояния, которые мы называем эмоциями, которые мы называем своими эмоциями. важны Игроша. То есть, многое как-то занималось, он делает объективный какой-то выбор, но наверное возглавляет сделать следующий вопрос. Он все равно основывается на эмоции? Да, можете я скажу, что они как то, что придумано придаются, важны именно вопросами и убегают. А встречения, которые не важны, тренинг вопросов в жизни и смерть, и хлопья или чай, они не основываются. Хотя нет. Основывается. И в общем, да, и в общем основывается. Плюс к тому же, да, там кайф или чай совсем просты. Ну, а если какие-то несколько тоже вроде бытовые, но уже более сложные социальные взаимодействия, коллега ведет себя неприятно, например, сразу ему в табло заехать, но как-то нехорошо, а ему высказать ему свою неприязнь или сдержаться и может быть не надо лезть на роженых, лезть в конфликт. И эти решения принимаются, если начальник бычет и просит странного ему об этом сказать или не сказать, проявить открытую враждебность или неприязнь или не проявить. А если на нас потенциально кто-то наезжает, надо убегать или надо защищаться или что делать. То есть такого рода решения, они, конечно же, принимаются на эмоциях и в очень значительной мере эмоциями руководствуются. И к счастью или к сожалению, то есть условно говоря, если все нормально работает, то работает не трогай. В большинстве случаев в 90 или 99 процентов всех этих мелких решений, мелких проявлений мы принимаем на эмоциях или, по крайней мере, если не совсем на эмоциях, мы их принимаем во внимание так или иначе, свои эти самые переживания, сейчас, секунду, вот, и, но проблема в том, что, опять же, как машинка, это вот эмоциональный интеллект, она древняя, тупая и часто ломается, поэтому очень часто бывает, что наши эмоции начинают нам уже вредить и начинают уже выдаваться не по делу. а мы все равно продолжаем исследовать вот так вот собственно вот эти эмоциональные расстройства и различные проблемы у человека и происходят. то есть, это вот опять же, если возможно не звучащий, еще не прозвучавший, но возможно в голове существующий вопрос у вас, а следует ли верить своим эмоциям или нет. В общем, в целом нет, не следует. у меня нет самой главной мысли, которую я бы хотел, чтобы слушатели запомнили, я бы хотел рассказать, что я думаю про эмоциональный интеллект, про устройство эмоций и как в общем научное и околонаучное представление на эту тему. То есть, это скорее у меня мотив больше общепросветительский теоретический, нежели практический. А если нужны конкретные рецептыши, какие-то практические решения... Рациональность это круто. Рациональность это круто. Рациональность. Рациональная модель рулит... Пожалуйста. Рациональная модель рулит. в конечном итоге важна рациональность и рефлексивность. То есть, что под этим имеется в виду? То, насколько мы... Ну, то есть, важно и полезно осознавать происходящее в голове. То есть, и в этом, собственно, ответ на вопрос стоит или их не стоит подавлять. Стоит их понимать и осознавать. Если ты их понимаешь, там уже в зависимости от ситуации. В каких-то ситуациях стоит подавлять эмоции, можно и нужно, в каких-то ситуациях нет, не нужно, толку никакого не будет, только самой же хуже будет. То есть, тут важно понимать, важно на потоке видеть, чего в голове происходит, и как все эти машинки, сейчас я это расскажу, и как все эти пружинки работают, и как эти шестеренки крутятся. Это раз. И второе, собственно, принимать решения, исходя из все-таки рациональных соображений, собственной пользы, выгоды, в любом понимании слова выгода и польза. То есть, это абсолютно выигрышная стратегия, принимать решения рационально и рефлексировать. То есть, при этом под рефлексивностью имеется в виду как-то не самокопание, не вот не пальчиком там в глубоком богатом внутреннем мире, что называется, завернуться в клетчатый плед там и как-то и себя громко жалеть или там про себя духовно богатое что-то думать. А это имеется в виду внятное, прозрачное осознавание, чего в голове это происходит. и вот если это есть, уже гораздо проще становится принимать решение насчет того, что стоит эмоции выпускать или не стоит наружу. Сами по себе, еще раз повторюсь, они особенно ничего не значат и тут скорее не сдерживать их имеет смысла понимать, но если угодно обесценивать. То есть, оно вот в общепсихологической дискурсе такое слово типа негативные коннотации носят, что нельзя обесценивать свои эмоции. С чем я совершенно не согласен. Из чего это нельзя? Очень даже можно и нужно воспринимать эмоции, воспринимать переживания как картинки внутри головы. То есть, это не конечные решения. То есть, они когда-то были конечными решениями, но не для крысы конечные решения, а для собачки конечные решения. У нас же благо существует еще замечательный высший символический и абстрактный интеллект. И можно и нужно уметь к своим переживаниям именно относиться как вот к фаршу, как к полуфабрикату, из которого дальше уже от нас зависит, чем мы из него слепим, пустим мы это на выходы поведенческие, не пустим, выбросим, не выбросим. То есть, и когда начинаешь вот на себя таким образом смотреть, как вот опознавать, что отдельно есть я, отдельно вот мои эмоции, отдельно человек, отдельно условная обезьянка, которая алармит, которая может красные карточки какие-то показывать, но в конечном итоге обезьянка и обезьянка, она дурная. Она, в общем-то, за нас, за нас и обычно, часто, ну необычно, но часто бывает права, но также часто ошибается и эмоции рисует нам не по делу. Если таким образом на себя смотришь, гораздо проще становится, потому что верещит обезьянка, поверещит и заткнется, какие-то картинки показывает, показывает и перестанет. Вот. Это ответ на вопрос, стоит ли сдерживать свои переживания и эмоции. В зависимости ситуации их, несомненно, стоит обрабатывать и потом уже принимать собственные решения о том, что стоит их сдерживать или не стоит. А вот есть совершенно очень разница между людьми эмоциональными и понятно принимать свое решение на основе эмоций. когда им нужно успокоиться, есть какие-то вреды, если его это считает вести, а что касается обратной стороны, если человек, нет ли риска суперзасохнуть эти эмоции? Есть такой риск некоторый, если человек очень внятно осознает себя, понимает свои переживания, через какой-то момент начинает происходить, что чего бы в голове не происходило, то есть хорошо отрефлексированное животное осознает свои переживания и в интенсивности несомненно на этом теряет. Насколько он засохнет, ну я не думаю, что он человек от этого засохнет, но да, несомненно в яркости и разнообразии эмоциональных состояний, то есть если уже идти долго по этому пути, то человек в итоге потеряет. я не уверен, что это недостаток, то есть это неплохо, нехорошо, это нейтрально, это имеет свои плюсы, имеет свои минусы, но да, есть такое дело. Но опять же не обязательно до крайности это дело доводить, собственно говоря. как пример я в силу профессиональной деформации я слишком отчетливо осознаю все свои переживания, я в целом наверное с трудом если вообще способен очень сильный очень яркий и вот и переживаю глубокие переживания испытывать, поскольку нет уже у меня там заклинило в этом состоянии, неотличающаяся рефлексия, я слишком прозрачно осознаю что со мной у меня в голове происходит. В целом скорее недостаток я скорее в целом на этом теряю и там несколько беднее что ли моя эмоциональная жизнь, но не думаю что это такой уж сильный недостаток, потому что бонусы и плюсы от этого на мой взгляд превалируют. Ну это уже таки это уже каждый за себя решает, это уже кому что нравится. А на стране когда ты перестаешь вот так получать полный спектр отниматься, потому что понимаешь лицаршруха, а у вас это профессионально, а когда человек который не занимается этим профессионально, он возможно перестает слушать других людей. Такое есть возможно или нет? других не перестает слышать в меньшей степени начинает сопереживать, но это не значит, что он не понимает окружающих, то есть он понимает, но это его там не так уж сильно задевает, например. Он может что? обесценит человек, то есть у человека что-то происходит в жизни. Ты не можешь переживать в полной мере, таким образом ты считаешь, что у него проблема наоборот не такая заслуживающая внимания, насколько это является да, в какой-то мере да, но мне кажется, это скорее хорошо, чем плохо. Ну, потому что на мой взгляд люди избыточно сильно погружаются в переживания других людей и скорее на этом теряют, чем выигрывает и в этом плане я в нехто, ну, то есть опять же, я без перегибов и понятное дело это совсем крайнее состояние, которое ну, любая крайность это та-та-та-та, любая крайность это плохо. То есть, ну, вот, если не брать крайности, ну, в целом я думаю, что всем будет гораздо лучше, если каждый будет смотреть в свою тарелку, мир от этого станет лучше и добрее в конечном итоге, если мы перестанем так уж сильно заморачиваться по поводу окружающих и будем думать своими выигрышами и своей личной пользой и практической, эмоциональной какой угодно. поэтому ответ на вопрос да, это вы, в общем, ваше опасение справедливо, именно так и будет происходить, но, на мой взгляд, это скорее хорошо, чем плохо. вот. Я все равно задеваю вопрос на который или иначе в другую форму задавался, то есть теория, о которой вы говорите, она хороша, когда ты умеешь подобрать свои плохие волосы, ты можешь разобраться и понять, что сейчас это сам ледя, да, мне нам не важно читать от сети, потом белочку, еще что-то да, если вы говорите о влияниях хороших волосов, из которых какое-то большое количество процентов состоит в нашей жизни и вообще каждый прожит идеей, чтобы не был технически остался в туалет, поел, сделал свою работу, пришел до 0, спать, ну, что-то приема этого было бы происходить, но если вы подавляете как-то суть так же хорошая типа смысл? Да, совершенно верно, ты подавляешь плохие хорошие эмоции, да, я, секунду, и да, совершенно верно, это инструмент, ему, без разницы как его использовать, так можно вы потрошите и уничтожите любое свое переживание, любую свою эмоцию, ну, предполагается, что человек не хочет убивать хорошие эмоции, и, скажем, если вы влюблены, вам не очень хочется технически потрошить и разбирать, а почему и как, и вы воспринимаете эту влюбленность как вот дар небес, а если вы зарастревожены или печалены, а я вижу, а я вот сейчас, секунду, я вижу, что вы хотите, или там что-то очень срочное, скажите, если недержание аффекта. Да, видимо. А я еще не ответил на предыдущий вопрос. Да. Ладно. Да, так вот. Да, можно так любую свою эмоцию убить, но предполагается, что хорошую эмоцию вы не хотите убивать, поэтому вы, ну, то есть это инструмент а не он нет, почему же, он вполне осуден, то есть я поэтому голосую двумя руками ногами за повышение осознанности, рациональности и в том числе в том, что как ты применяешь, это молоток, ему без разницы гвоздь, по гвоздю ты будешь или по пальцу жахнуть, ну, то есть не бейте по пальцу, бейте по гвоздям. А? Не совсем не оходит, потому что он это изучает, как бы полностью выгружается внутри, если мне кажется потом, он не осознанно начинает выбирать все свои позиции. Ну, здесь, ну, окей, сейчас хорошо, но это бабочка солнечко посветила, бабочка прилетела, там, не знаю, чувак, альцов красивая, поэтому, что подумал, что все прекрасно, и типа, так же обращаются плохими, но для него, да, 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 есть такое дело, к сожалению, есть такое дело, к сожалению, да, это, это цена, ну, то есть, это плата за инструмент, то есть, вы несколько, то есть, все, конечно, не так драматично, но, да, ваши опасения абсолютно справедливы, в конечном итоге, если всем этим делаешь, ну, вот, что я сказал про себя, ну, вот, в силу, там, профдеформации, я слишком много этим инструментом пользуюсь, в силу работы, ну, и, да, несколько это на положительных теряешь, но, в общем и целом, предполагается, что, если ты можешь, ну, то есть, неосознанно, это все равно, там, оно происходит, некое обесценивание и положительных, и отрицательных эмоций, а не то, что ты совсем без них остаешься, ну, так, просто, там, более облекло, более, так, флегматично и спокойно и к хорошему, и к плохому, но, при этом, плохое еще можешь направленно уничтожать и как-то потрошить и разбирать, направленно ты хороший не будешь убивать, да, то есть, ты скорее будешь стараться там, бить себя по рукам и говорить, не рефлексируй, типа, работает, не трогайте, ну, то есть, это уже вот в гибкости ума вопрос навыка, ну, то есть, плюс и минус, да, очевидно, есть каприцы, есть минусы, и минус, да, именно в этом, там, что, так или иначе, а не то, что пропадает, ну, гораздо меньше все переживания и эмоции начинают забирать тебя и плохие, и хорошие, ну, извиняюсь, это происходит вообще более-менее со всеми людьми, это то, что мы называем взрослением и там, типа, возрастная будрость, это со всеми людьми происходит, потому как, что происходит, ну, у нас мозг, обучаемая машинка, то есть, в нашей психике обучаемые машинки, и мы учимся об событийной последовательности, то есть, ну, разное с нами в жизни происходит, психика об этом, те или иные эмоции вырабатывает, те или иные поведенческие паттерны мы отыгрываем, какие-то их оказываются эффективные, какие-то неэффективные, мозг об этом учится, то есть, он не только в школе учится, в течение всей жизни учится, и это происходит особенно, ну, то есть, ну, там мозг непрерывно дрессируется и научается, и мы этого особенно не замечаем, мы это называем просто жизненным опытом, ну, вот жизнь у нас, поэтому, поэтому в общем и целом люди с возрастом умнеют, что называется, ну, не все, разумеется, ну, Ну, в идеале. Ну, опять же, относительно себя так или иначе все. То есть, там, он, может быть, человек не очень-то умен, там, с нашей точки зрения, ну, относительно себя же, там, 10, он в 17 лет, он был каким-нибудь гопником совсем дурным, который, там, дальше двух шагов вообще рассчитывать не мог, а 35 лет он уже, там, фрезеровщик, там, и, ну, вот, и, там, токарь второго разряда. И, с нашей точки зрения, он, конечно, человек не очень умный и, наверное, не очень отрефлексированный, так скажем. И он даже, может быть, не очень рациональный, но относительно себя же он все равно вырос. И так это более-менее с любым человеком происходит не потому, что в мозгу что-то на уровне биологии происходит. На уровне биологии, там, что-то происходит до 18, там, лет. Вот мозг пятилетнего человека от мозга 30-летнего человека можно отличить. Ну, когда, вот, в районе 18, ну, там, плюс-минус, когда мы уже формируемся, а дальше все, вот это вот биологически, эту штуку выдали, ты с ней всю жизнь не живешь. И дальше уже, когда уже, вот, с вещами на выход, в районе 60, когда уже органические нарушения происходят. На большей части знания жизни биологически машинка одна и та же, только софтина меняет, ну, прогрессирует и усложняется. И вот это вот то, что мы называем житейским опытом, мудростью. Это не то, что у человека, там, в 30, 40, 50 лет эмоции утухают. Нет, ну, та же самая, вот, у меня сейчас та же самая амигдала, миндалины мозгов, ту же самую префратальную кору, что и у меня же, там, 30-летнего или у меня же 20-летнего, ровно те же самые эмоции и эффекты производит. Ну, я не тот, что 20 лет назад, там, разумнее, более здравомыслящий, более рациональный, ну, и это, там, не только у меня, это у всех так происходит. За счет, ну, за счет того, что осознанно, либо неосознанно, вот этот вот высший экзекьютив, высший контроль над эмоциональным состоянием у человека вырабатывается. Ну, если он, и вот, что называется, жизнь учит, это более-менее со всеми людьми происходит. То есть, поэтому с вами это происходит, будет происходить, там, и вы через 15 лет будете менее эмоциональны, чем сейчас, не потому что что-то, там, перестанут производиться эмоции, потому что, ну, хотите вы того или нет, будет что-то происходить, какие-то события, какие-то приятности, неприятности, об которые вы будете обучаться и об которые вы будете наращивать вот этот самый навык контроля, там, если угодно, обесценивать. То есть, они меньше вас будут забирать, меньше будут впечатлять. Это так или иначе все равно будет происходить. Да. Ну, конечно, у них хорошие эмоции, что я хочу сказать еще один. Ведь эмоционально не долетала, эмоции по этому списку хорошие, пока у них эмоции шли и по этому списку, это мы уже, как бы, вынесли эмоционально, остальные умные, и эти деревья плохая, хорошая. Но ведь это все же человек делит уже по собственному смотрению, как он был доскидан, насколько он словно, чем он читал, как его убивал, там, и из этого. Он удаляет объект, потому что он создается свое нелешание, эти физические сочинения, которые врача, ково-гоноценивать, 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 ковоценивать и убивать. А то, как, мне кажется, интересует, насколько вы определенные занятия на хорошие-плохие, Я вообще не разделяю. По вопросу разделения плохих эмоций и хороших, как я уже говорил, я вообще не разделяю на плохие и хорошие. А плохие и хорошие, в моем понимании, это вредные и полезные. Нравятся они нам, не нравятся, нравится, не нравится, давай моя красавица. Какая разница, в общем-то, не делится на функциональные, какие-то повышающие нашу эффективность и понижающие. Вот субъективно симпатичны нам эти переживания или не симпатичны, оно глубоко вопрос, глубоко вторично особо. Ну, то есть это для каждого человека внутри важно, но так хорошие или плохие для меня не очень-то значимо. Хотя при этом для каждого отдельно взятого человека, ну, то есть есть какие-то переживания, которые ему хочется переживать, а есть, которые ему не хочется, или есть, которые там ситуативно зависят. Ну, печалится, печаль неприятная, эмоции по определению. Бывает приятная? Не, ну, бывает, да, там, грусть, это светлая грусть, ностальгия, прочее, прочее, прочее. Ну, по умолчанию, там, депрессивная тоска, печаль неприятная, там, человеку скорее не хочется его переживать. Очень плохо живется людям без эмоций. Не представляете, насколько плохо живется людям без эмоций. Очень-очень плохо. Очень-очень плохо. Мне прям сложно выразить это словами, но я их очень много видел, я с ними работал, поверьте мне на слово. Это очень-очень плохо, никому не пожелаешь, и это, ну, мне даже трудно себе представить судьбы хуже, чем шизофреник в дефекте. И это плохо. Ну, как оно проверяется? Он все равно насел. А, ну, ему-то, ему-то, ну, пока он еще что-то осознает, ему плохо. Он понимает, что то, что происходит, это плохо, и сильно человек страдает. Потом у него, ну, разумеется, то есть эмоциональное состояние затухает, и затухает, и затухает, мысли задерживаются. Ну, то есть, ну, пока он способен как-то опознавать и рассказывать про свое состояние, они на это состояние жалуются, им это не нравится. Ровно так же, как человек глубокой депрессии, когда у него выжигаются практически все переживания, кроме глубокой тоски, а потом ее тоже не остается, остается вот все равно неприятное и крайне тягостное для человека состояние отсутствия эмоций. То есть, это даже есть специальный на это термин, анестезия, психика, долороза. Оно же скорбное бесчувствие, оно же болезненное чувство, утраты чувств. Когда человек чувствует, что у него нет никаких чувств, и его им... Да, его... Ну, то есть, это трудно как-то понять простому человеку, но это крайне-крайне субъективно, очень неприятное состояние, когда вот все, что ты чувствуешь, это пустоту и отсутствие всяческих чувств. Люди очень-очень сильно на это жалуются, ну, пока они способны вообще жаловаться, потом-то им становится, конечно, все. Переходят в этот договор, способность, когда люди не ощущают, уже не могут готовы съездить, способы ограничить их чувствуете, или эвтаназия ей не надо поставить? Эвтаназия запрещена на территории Российской Федерации, поэтому я не могу ее рекламировать или как-то что-то в ее пользу говорить. Вот, если чай, почему-то, если сказать, что у меня, мне все плохо, 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 я еще в Мангобе, не знаю, что плохо, я ничего не могу говорить, у меня офигеть как плохо, и еще вот крутая страница, если умирает. А все ходят и говорят, да, ему плохо, ну, блин, на трамате нельзя, на нём плохо. Я бы сам хотел умереть, но при этом... Как поступают с такими людьми, ведь их наверняка не убивают? Наверняка не убивают, тут вы угадали, их не убивают, их в больницу и бомбят нейролептиками. Ну, в общем, есть... То есть, по счастью, в настоящее время таких случаев очень мало, благо современная психиатрия и современные таблетки позволяют много чего с этим поделать. То есть, в большинстве случаев до таких крайностей уже не доходит. А там, где доходит, ну, вот есть препараты, которые, ну, вот, фактически, такой ковровой бомбардировки по мозгу, выжать всё, чтобы ничего... Вот это голая равнина бомбить в каменный век, чтобы ничего над поверхностью не возвышалось. Ну, то есть, оборвать психические процессы, он обрывает психические процессы ударными дозами нейролептиков. То есть, в знаке, в смысле, он лежит как овощи? Лежит как овощи, всё. А, потому что иначе он будет страдать. Лучше быть овощем, чем овощем нестрадающим, чем овощем страдающим. А овощи, которые вообще не двигаются, ничего не делают? Ну, как? Ну, он там кушает, какает, смотрит по сторонам пустым взором. Переводки еды и фактического входа? Да, именно так. Зачем? С тем, что потом, когда ему отменяешь этот, ну, то есть, перезагружаешь мозг, и есть хороший шанс, когда потом перестаешь по нему бомбить, и что-то новенькое начинает у него вырастать. И это что-то новенькое уже может быть не тот ужас, хешмар, который был раньше, а как-то психика. То есть, это может быть, может быть? Да, и обычно всё-таки случается. Чаще случается, чем нет. Ну, то есть, как для этого же, там, электросудорожная терапия, которая, ну, из-за того, что она внешне такая выглядит пугающе страшной, плюс там разрекламирована, по-моему, где-то в полёте на внезонок кукушки, да, ну, там, человек привязывает и бьют током, так, что ужас, кошмарка. Вот, поэтому это всё фактически нас запретили и вывели изобращение. Ну, то есть, не запретили, просто там вывели изобращение. Но идея электросудорожной терапии, и она до сих пор является самой эффективным методом при некоторых тяжёлых состояниях. Вот. И при этом оно, ну, изнутри головы не настолько страшно, потому что, разумеется, человек сначала его анестезию, ну, отключает сознание, его, конечно же, никто там током не пытает. Ну, вот это способ, да, на кнопку резать-нажать, перезагрузить мозг. Часто работает. Наверное, не раз согласно сказать, что подобное овощеводство, ну, с точки зрения эволюции, это бессмысленные действия. То есть, эволюция в 5 минуты реагируется в своё время, на где, которые в будущем приводятся на многое пользование. Ну, с точки зрения эволюции, нам положено лет в 35 помирать. С точки зрения эволюции, большинство присутствующих здесь девушек должны быть уже бабушками. Ну, там, в 14-е роды, в 14-е роды 28 бабушек, в 35 всё с вещами на выход. Ну, и что же тут с точки зрения эволюции? Опять можно сделать ребёнку, получать себе переданную свои гены, и весь источник, и с точки зрения эволюции это будет... Да. Да, до каких-то пределов может... Ну, какие-то очень простые штуки, но это как социальная реабилитация, в каких-то пределах происходит, точно так же, как... Ну, а если человеку, там, с синдромом Дауна, ну что, убивать его, что ли? Ну, клеить картонки, играть на баяне, там, какие-то простые действия совершать, ну да, на это человек может. Ну, в целом, к какой-то сложному, вообще без эмоций, к сложному поведению, разумеется, человек теряет способность. Ну, в целом, ну, это всё, ну, то есть это уже крайности. То есть тут мы в своей повседневной жизни с такими ситуациями редко сталкиваемся. Мы чаще сталкиваемся, наоборот, с тем, что нам эмоции нас переполняют, и какую-то там фигню нам подсказывают, и мы на эмоциях делаем вещи необдуманные и невыгодные лично для себя. А люди, вот, условно говоря, обычные люди, условно говоря, обычной жизни чаще с такого рода. То есть не с патологическими утратой эмоций, а и с искажениями, с извращениями эмоций. Когда слишком много печали, или слишком много страхов, или слишком много гнева. Ну, в основном, вот, это вот триада печаль, гнев и страх. Проблемы у людей доставляют. Расскажите, а как, вот, если, ну, вы видите, что человек может депрессией говорить, и, ну, то есть когда ты понимаешь, что вот тебе что-то плохо-плохо, но как понять, что вот это вот плохо, оно уже, то есть ты уже не спрашиваешься на дискомнатную психологу или психотерапевту, то есть как делать этот предел, когда тебе там просто хандра, то есть как самому понять? Ну, вроде, страх, да, хандра, да, но вроде как бы и окей. То есть жить можно, там, вроде работаешь, все, что-то, и все, что-то, и все, что-то, и все. И вот где, вот, понятно, ты придешь, ты как-то сам уже, ну, то есть, конечно, можешь сам справляться, ну, допустим, года три. Ну, ну, можешь. Плюс еще, там, кризис в среднем возрасте, кризис, не знаю, какие-то все одно. Вот, и вот как, где вот этот предел, почему-то, что все-таки тебе помощь нужна будет? Ну, на все, вообще на все, вот, где граница между условно нормой, ну, неприятной нормой и любого рода патологии, наими словами, да, вот вы спрашиваете. Есть вообще формальные критерии, если конкретно касаемо, там, депрессивных состояний, где просто хандрю, а где вот прямо у меня депрессия, депрессия, тут длительность, ну, три года, очевидно, что дело плохо. А так в целом, непрерывно от двух месяцев есть формальный критерий. И вообще же, по большому счету, стоит как-то напрячься, если за собой вдруг обнаруживаешь, то долгое время, долгое время речь, когда идет уже о неделях, например, в голове превалирует одно и то же чувство, одно и то же эмоции, поскольку у нас эмоции меняются, мы не заточены под то, чтобы что-то одно испытывать, будь то печаль, или злость, или страх, или тревожность, или что угодно. То есть они могут быть там приятные нам, неприятные, полезные, нет, но они там меняются. Сегодня захандрил, завтра как-то развеселился, послезавтра то, еще что-то третье, что-то происходит нам приятное, либо неприятное, но если это происходит по-разному, ну, более-менее окей. То есть, опять же, можно идти к психологу, можно не ходить к психологу, в зависимости от того, снижает качество жизни или нет. Если мы все время, день за днем, неделя за неделей испытываем одну и ту же эмоцию, это любая эмоция. Ну, как правило, это печаль, ну, то есть, как это чаще всего, так, депрессия, ну, то есть, фу, печаль ломается, и случается выученная беспомощность. Ну, то есть, ну, дело плохо, надо уже что-то по этому поводу предпринимать. Это вот субъективно. А объективно, по внешнему, мешает жить, не мешает жизни. Ну, вот, опять же, про все эмоции, хороши они или плохи, нам субъективно, еще раз, еще раз повторяюсь, к ним основной вопрос, полезный или вредный. То есть, вот делают они, ну, то есть, в итоге они нам полезны чем-то, что-то повышает наше качество жизни, позволяет нам какие-то дополнительные решения принимать, более сложность, какое-то более сложное поведение реализовать или препятствует этому. Вот только в этом различаем. Нет, это шизофрения шел по городу, на голову кирпич упал, либо происходит, либо не происходит. Один процент примерно от популяции, вот в одном проценте случается шизофрения, в типичном случае 18-25 лет. Почти всегда это заранее понятно, еще на уровне пубертата уже там какие-то сдвиги, тревожные звоночки происходят. И какие? Ну, то есть, замкнутые, ну, там, условно говоря, подросток, даже там не подросток, это еще там с 9-10-11 лет, замкнутые социальные странники с вычурными какими-то интересами, отстраненный, не участвующий. Это еще не значит, что у него, что он будет шизофрения. Может, он там шизовит или просто такой своеобразный интроверт, условно говоря. Ну, вот, это вперед сейчас. Вперед невозможно сказать, что вот у этого молодого человека точно будет шизофрения. Так нет. Но назад, как правило, заметно, что вот он не внезапно случилось, к этому дело шло. Ну, в конечном итоге оно либо происходит, либо не происходит. Оно либо с вами, ну, уже с вами не случится, уже поздно вам. А так, либо произойдет, либо не произойдет. Ну, такой своего рода, такой эволюционный налог на мозг. Ну, у нас есть мозг, он сложный, и он периодически ломается у некоторых людей по независимым от них причинам. В случае шизофрении это вот 1%. А просто, ну, вы не доположь. Ну, ничего не поделать. То есть, они по странам примерно одинаковые? Примерно одинаковые. Ну, то есть, налог на мозг. Да, вот спросить хотели. А какие-то вопросы о причинах биологических, каких-то, как бы, не сказали? Еще раз, биологических причинок чего? Ну, шизофрения. То есть, это не как-то диагностируется, а генетически не так может случиться? Просто случается, диагностируется. Там существует несколько, ну, до конца никто не знает, существует несколько конкурирующих моделей. Ну, все это. Генетически есть предрасположенность. Точно есть. Ну, это, опять же, как в русскую рулетку. Либо случится, либо не случится. Если кто-то в роду есть, твои шансы повышаются. Если кто-то близкий, родственник, шансы еще повышаются. Ну, то есть, если кто-то из родителей болен, то у тебя не 1%, а порядка 10% вероятность. Если брат-близнец заболел, то у тебя 50%. Ну, это все равно, либо как встретишь динозавра, либо не встретишь. Ну, как получишь. 50 на 50, да. Или 1 к 10, или 1 к 100. Ну, вот все равно рулетка. Да? А если все-таки вернуться к нашей приклонной штуке, мы взаимодействуем с клиентами, то есть, в мире, у которых куча разных реакций на наши, в мире, да, у нас, соответственно, ответная реакция на их действия. Есть ли какие-то, я не знаю, нормальные способы, когда ты считаешь, это 10, потом отвечаешь, чтобы эти эмоции успокоить и принять это рациональное решение? Не знаю, в основном их и нет, но можешь что-то посоветовать? Посоветую, есть. Ну, я так понимаю, как справиться с неприятными переживаниями. Я так понимаю, в первую очередь, да, речь не идет о том, что вы там влюбились в клиента или какие-то очень, бурные к нему положительные переживания испытываете, и поэтому, не знаю, неоправданно занижаете цену на свои услуги, например, что тоже может быть проблемой. Ну, и насколько я слышу, вы спрашиваете именно про, да, когда про негатив, когда хамит, когда злобный, когда орет, когда всякую ересь несет и так далее и тому подобное. Да, есть хороший способ, серебряная пуля, я называю это условно дегуманизацией противника. Не переставать воспринимать его как человека. Это не человек, это объект. Ну, включать инструмент, иначе говоря, включать инструментальную агрессию. Это вопрос навыка. Ну, то есть, вот мы все-таки, мы не хищники по природе своей, поэтому у нас агрессия, гнев, злость и вот такие нападающие переживания. Ну, да, я уже сказал, что гнев и злость, и то есть, да, когда мы в поведенческой агрессии, какие-то нападающие наши атакующие действия, оно сопровождается соответствующими эмоциями. Вот. Что отличается от инструментальной агрессии, когда вот какие-то враждебные действия совершаются, ну, там ничего личного, просто мы это делаем, потому что. Ну, волк, который бежит за зайцем, он не злится на зайца, он к нему никаких плохих чувств не испытывает, он ему как-то по-своему даже может его любить в там, в чем-то. Ну, его задача его догнать и хребет переломить. Вот. И в этом инструментальная агрессия – это, ну, навык, который, ну, вот, безлично, just business, ничего такого можно и нужно в себе воспитывать. А опять же, ну, поскольку мы все равно, обезьянки – существа социальные, и у все равно какая-то эмпатия включается, ну, вот в этом смысле натренировывать вот эту самую дегуманизацию противника. Ну, там, орущий на тебя начальник или клиент, или просто кричащий человек – это объект, который издает громкие звуки. То есть представить манекен с динамиками внутри, или как-то вот перед тобой концертная колонка, из которой ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, там, метр семьдесят ростом. И звуки, которые из этой концертной колонки исходят, они могут быть неприятны, ну, просто физиологически, там, басы – бум-бум-бум, там, или ми-ми-ми, и просто тупо голова от этого болит. Но при этом ты же не злишься на эту концертную колонку, не испытываешь к ней, там, отвращения или гнева, или злости, ну, ничего личного. Вот воспринимать подобную ситуацию, человек повысил голос, стал неприятен, начал орать, начал делать какую-то крайнюю фигню, которая тебе не нравится. Ну, вот этот объект исключается из числа людей временно хотя бы. С кем угодно, не только с клиентами, там, с родными, с близкими, с родственниками, так тоже. Прекрасно работает. Чего это не работает? Да ладно, очень даже работает. Не знаю, ну, гораздо меньше бесит, если перестаешь что-то личное к этому испытывать. И так, в принципе, это, ну, вот, много же исследований было, там, про феномен разных всех этих тоталитарных режимов, про ужас нацизма и прочее, прочее. И вот как все эти люди, ну, и что самое удивительное, что там, не часто же, все эти коменданты концлагерей, так были в быту совершенно, ну, нормальные, обычные бюргеры, там, примерные семьянины, вахдера любили. Ну, да, ну, я сейчас, да, 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 я подведу клиентского бизнеса от концлагеря и массовых уничтожений. И в чем, собственно, да, когда это все начали смотреть, в чем фишка? То есть они просто не, ну, вот, то, что они делают, не воспринимали как, ну, ничего в личную, в личную враждебность, личную агрессию. Более того, там система направлена в выводе, то есть если какую-то там вот прямо специальных каких-то садистов или направлено, получающих какое-то эффективное удовольствие, вот из этих там, из эсэсовцев их увольняли. То есть это все было вот очень на низовом уровне, которые все это организовывали, это типа, ну, ничего личного, мы просто утилизируем человеческий материал. А папа где-то был, ну, я там с 9 до 6 утилизировал человеческий материал, теперь пришел домой. Ну, вот, понятно, что я вас не призываю, то есть это все равно плохие люди. Но если этот фокус могут проделывать плохие люди, почему этот фокус нельзя проделывать хорошим людям, вам, например? Почему бы вот ровно так же не относиться как, ну, вот, некий объект, просто материал некий, который требует каких-то действий с собой, ничего личного. манекен с динамиками внутри. И я вас уверяю, это навык тренируемый, довольно быстро начинаешь его включать, выключать по собственному желанию. глупое, потенциально опасное животное, представьте на его месте. Вам надо стрелу вытащить из какого-нибудь вепря. И он или медведика, и он урчит, и, в принципе, может сорваться и цапнуть. Ну, вот, а вы, там, ему успокаивающий фыр-фыр-фыр, бш-бш-бш, ты же мой родной, ну, ты не дергайся, сейчас, 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 вот потерпи, сейчас будет немножко больно, потом приятно. Вот, примерно так. Нет, мне кажется, все еще проще. А куда же проще? Ну, то есть, да. У вас есть частная практика? Да, конечно. Типа, вы правда психотерапевт? Да. А вы, правда, такие штуки людям советуете? Да, да. А в чем разница между психоаналитиком и психиатром, или психотерапевтом, это лингвистические разницы? Или есть смысловые? Есть смысловые разницы. Ну, психиатры – это медицина, это таблетки и больные-больные, то есть, условно говоря, в общебытовом понимании сумасшедшие психи. Психотерапевт, тут размытое понятие, ну, формально – это первичный, это психиатр, ну, то есть, первичный человек с медицинским образованием, который специализировался под работу с пограничными состояниями, то есть, там, не совсем, там, с шизофрениками или какими-то аутистами, а вот депрессии, тревожности, фобии, там, страхи какие-то, навязчивые состояния, вот, когда, ну, то есть, человек, там, не душевно больной, то есть, нормальный, адаптированный, вполне все окей человек, ну, то есть, есть разного рода душевные, психические у него по этому поводу сложности, трудности, которые психотерапевт может решать. Вот, чем значим, опять же, психотерапевт от психолога отличается, потому что, ну, формально их можно различить, ну, на практике, конечно, сильно перекрывается компетенции и навыки, ну, если совсем-совсем примитивизируя, опять же, психотерапевт все-таки с медицинским образованием, то есть, ежели чего, может таблетки выписать, а психолог, ежели чего, не может таблетки выписать, поэтому вот тут... Нет, ну, психолог это не медицинское образование, поэтому предполагается, что психолог имеет дело со здоровыми, у которых там есть какие-то душевные сложности, врач-психотерапевт имеет дело с уже не совсем здоровыми, ну, которые вот не настолько психи и ненормальны, а психоанализ это уже отдельное направление вот психотерапевтических разных парадигм, которая исторически была самая первая от дедушки Фрейда и далее, ну, и которых их существует вообще множество, то есть, есть психоанализ, ежели читали терапии, есть когнитивно-поведенческая терапия, там, бихиворизм, ну, к которому я, скажем, придерживаюсь, то есть, это одна из моделей, ну, поскольку она исторически самая старшая, самая древняя и как-то вот в массовой культуре и в общественном создании представлена, поэтому там, когда говорит про психолога или психотерапевта, сразу картинка там внутри головы рисует из фильмов, там, лежат на кушетке и там рассказывает про свои сны или про тяжелое детство, как там мама перелюбила, недолюбила, там... Ну, в психотерапевте, я полагаю, но, опять же, я ангажирован, я врач-психотерапевт, поэтому я считаю, что больше всех на свете я нужен, если... Вот, опять же... Есть такой вопрос о этике взаимоотношений с пациентом. Были ли в вашей практике случаи, в которых вы понимали, что пациент начинает себя вести так, как вы хотите, для того, чтобы он вас похвалил, для того, чтобы вы его похвалили за поведение, а это поведение, на самом деле, ему не присуще? Да, конечно, это часто, и в этом смысле, если человек начинает вести себя хорошо и правильно, то он с этого начинает получать какие-то субъективные бонусы, помимо того, что я его хвалю, и полезные для человека поведение закрепляется. То есть тут единственный вопрос, что за что именно поощрять? А так, да, ну, дрессировать машинку поощрения, наказания. Какая разница, чтобы мне понравиться, или чтобы себе понравиться, или чтобы жене понравиться, или мужу, или Господу? То есть я, опять же, исхожу из поведенческой модели, то есть важно, чтобы человек был эффективен в поведении, адаптивен, эффективен, чтобы он действовал ок, для него, ну, для собственных выигрышей и выгод. Если он, соответственно, поведенчески эффективен, то эмоциональное состояние и душевное состояние, к этому подтягивается. То есть обычно вот массовая психология представляет, что прямо напротив. То есть сначала что-то внутри меняется, а потом изменения внутренние, душевные, приводят к изменению к поведению. Оно, конечно, да, но тут связь, она есть, разумеется, но она веленькая, она гораздо лучше в обратную сторону. То есть не то, что ты сначала что-то там внутри себя изменил, и из этого меняется твоя жизнь. Так оно, да, работает, но в обратную сторону работает гораздо лучше. То есть если ты что-то в своей жизни меняешь, что ты начинаешь по-другому себя вести, то у тебя душевное внутреннее состояние к этому подтягивается и довольно быстро и хорошо в нужном для тебя направлении меняется. Вот. Да? Ну, на любом этапе может... Нет, они нервов ценноценны, бихевиоризм рулит, когнитивно поведение. Рациональная модель единственная правильная, все остальное ложное, но опять же я ангажирован, разумеется. Но по моему глубокому убеждению, нет. То есть в конечном итоге все это сходится, даже не важно, какие модели. То есть, сводится к рациональной модели. Почему именно эту? Лично я выбирал скорее по идеологической и душевной близости. То есть, сначала я изначально человек достаточно рациональный, если угодно, циничный, бездуховный, и не очень эмоциональный, и не очень эмпатичный, исходящий из крайне материалистического научного подхода. Ну, это было сначала, а потом я нашел модель, которая во всем спектре психотерапевтическом и идеологически мне близка. А это именно когнитивно-поведенческая, которая, в общем, тоже такая достаточно механистическая и достаточно под рация, под здравый смысл заточенная. Ну, вот был бы какой, был бы духовно богатый, ну, наверное, Штальт бы выбрал. Ну, вот примерно... Да нет, у нас очень массово выбирает. На Западе когнитивно-поведенческая всех уделала и всех с рынка вынесла практически. Но тут это уже скорее страновые, так сказать, особенности и устройства медицины, потому что там вопрос упирается и сильно оплачивает или не оплачивает это страховые компании. А страховым компаниям, ну, им же в Америке или там в какой-нибудь Англии, им же без разницы, чего ты там делаешь. И ты им скажи, то есть покажи какие-то критерии достоверной эффективности, все. Но в остальном хоть там с бубнами плешите, хоть там про тяжелое детство рассказываете, хоть на шашары там гадаете, хоть экзотерика, хоть чего плевать. То есть нам пофигу, мы готовы оплачивать, если вы покажете свои протоколы и покажете достоверную эффективность. Когнитивно-поведенческая модель достаточно механистична, поэтому она может показать протоколы, которые принимаются в машинке этой здравоохранения. Психоанализ не может предъявить протоколов и по определению не может предъявить какой-то критериев эффективности, каких-то KPI, просто потому, что модель заточена под длительную работу изначально. Вот, и поэтому в западном мире, да, когнитивно-поведенческая вытеснила на данный момент, ну, то есть там, понятное дело, не на 100%, но, в общем, именно когнитивно-поведенческая модель является сейчас превалирующей в западной практике. Но это вот не потому, что она самая единственная правильная и самая верная. Ну, то есть она, конечно, единственная правильная, но тут, опять же, по моему личному мнению, потому что я ангажирован. Так они все сосуществуют. У нас это не так. У нас там исторически сложилось, что вот очень сильны позиции гештальтерапии и экзистенциальной терапии, ну, и психоанализа, а когнитивное поведение. Есть какие-то статистики у современных, которые были, которые были преимущества одного основания от других? Есть, ну, опять же, есть статистика, но это медицинские исследования под эффективность каких-то практик, они на Западе делаются. Для российских реалий нет ничего такого. Для западных есть статьи на Пабмеде, есть исследования противоречивые. Ну, опять же, в зависимости от того, как мерили и как ставили дизайн эксперимента, либо когнитивно-поведенческая, лучше всех, либо все хороши и все, так называют, вердикт дадо, все выиграли и все получат приз. Поэтому, по моему личному мнению, ну, зависит от запроса клиента, чего человеку надо. На самом деле, далеко не всем нужен результат, хотя, ну, то есть, там, люди редко в этом на входе заявляют, что мне, типа, на жизнь бы пожаловаться, а мне ничего не надо менять. Ну, вот я легитимно пожаловался на судьбу свою, там, как тяжело на свете жить, бедняжечки, например. Абсолютно нормальный, легитимный вопрос, но людям часто как-то неловко, стыдно, вроде как надо говорить, что надо что-то менять в своей жизни, ну, в силу различных предубеждений, их ходят, им тыкаются не туда. Вот, поэтому тут все неоднозначно. А так, с точки зрения конечной эффективности, если рассматривать только результат и только эффект, и для человека, которому нужно результат, а это далеко не все, то, ну, да, бихевиоризм. Скажите, вдохновение. А что рассказать о вдохновении? А, например, это связано с концентрацией внимания и платоком. А что поток? А вот тут был вопрос про некую, про Сеттана, возможно, имеется в виду, вот тут упоминали, что думаете про книжку «Поток» чисто, кто-то там, там, да, вверх. Я, к сожалению, не знаком с книгой, поэтому я ничего не думаю про поток, я не в курсе этой модели. Я тут не могу никак прокомментировать, я не знаю, не читал. А что делать, чтобы перла, когда не прет? Нет, об этом вопрос. Честно говоря, я не знаю, что делать, чтобы перла, когда не прет, ну, посидеть, подождать или переключиться на что-то другое, ну, то есть все решения на уровне здравого смысла. Я вот, как добыть ниоткуда вдохновение, я без малейшего понятия знал бы, сказал бы, но я не знаю. Не знаю, не знаю никого, кто знает. Может быть, есть какая-то эмоциональная зарядка упражнения? Не, ну, в целом, чем больше разнообразных эмоций мы испытываем, тем лучше в этом плане, если мы на них не ведемся, вот, чем более эмоционально насыщена наша жизнь и чем больше мы, ну, вообще не обязательно через эмоции, то есть чем поощрение, наказание, какие-то реворды, какие-то вкусняшки, какие-то бонусы, любом понимании. То есть чем больше различных событий и желательно, чтобы эти события воспринимались как какие-то положительные, ну, разумеется, тем нам лучше живется, тем мы с собой довольны, вдохновения у нас больше. Если не получается именно бонусные события себе организовать, ну, тогда имеет смысл хоть какие-то события себе организовать. В этом плане имеет смысл в том, чтобы себе приключений на задницу-то находить. То есть это в этом, это тоже так работает. Знаете, как, покуда ноги есть, дорога не кончается, покуда жопа есть, не что-то приключается. Вот, и в этом плане для какого-то вдохновения, ну, организовывать себе насыщенную событийную последовательность, эта машинка заведется, поедет с большой вероятностью. Но как предсказуемо получить вдохновение, я не знаю, сам бы хотел бы узнать, но я не знаю. Да. А как легче становится вашим проектом, и когда именно приходят какие-то проблемы, и когда-то приходит, когда все плохо? Конечно же, когда приходят конкретные проблемы, разумеется, легче, но так, ну, когда приходит все плохо, ну, тогда уже, это то же самое, что это просто надо конкретизировать. А что плохо? А что конкретно плохо? А чем мешает? Ну, и вот все равно к этому так или иначе приходит. В чем запрос? Или опять же, ну, ничего, неплохо, просто вот поныть, пожаловаться. Тоже, то есть я без всякой иронии говорю, вот это часто люди нет, особенно если не в какой-то культуральной идеологической среде, которая такая, типа, достигаторская, условно говоря. То есть хватит ныть, соберись тряпка, надо делать, жаловаться не надо, а надо действовать, и вообще на обиженных воду возят, и вот это вот все. Что в целом-то позиция-то хорошая, то есть и здравая, и в целом, да, вот соберись тряпка, и ныть-то, меньше ныть, больше делать. Но часто, опять же, очень сильно перегибают, или как-то люди забывают о том, что всем, в общем, хочется, чтобы взяли на ручки, пожалели, в лобик поцеловали, погладили. И часто человек оказывается в ситуации, когда вокруг него никого нету, там, ни дома, ни на работе, ну, то есть никому не поныть, никто, никому в жилетку не поплакаться, и даже идешь самым родным, они тебе начинают советы давать или как-то пытаться конструктивно решить. Не надо мне конструктивно решать, я тупо поныть, там, ничего, я тоже, я вот конструктивно, типа, опять же, из личного примера, то есть я прихожу к жене и начинаю ей ныть в жилетку, а она, там, человек тоже такой, корпорациональный, ну, там, корпорат высокоуровнев, поэтому я это трудно воспринимать, начинает мне советы давать. Я не надо мне советы, я, типа, умный мальчик, я совет сам себе, если все там, ты меня обнимай, жалей и рассказывай, какой я бедная зайка, и как тебе меня ужасно жалко, вот. Вот, и вот, и все сволочи, и никто меня не любит, и никто меня не понимает, одна ты меня любишь и понимаешь. Это абсолютно, вот, я пришел поныть легитимный запрос, но люди часто почему-то стесняются и идут, платят деньги, ну, то есть, конечно, хорошо, что они идут, платят деньги за психотерапевту, я совершенно не против, ну, то есть, мне как-то пофиг, у меня это все очень плохо получается, потому, как, опять же, вот, в силу модели, вот именно такие запросы я фиговенько обрабатываю, но их коллегам посылают, благо, есть вокруг, там, вот, это, типа, вам гештальтист, вот, вам поможет. Да. Да, есть, есть, есть профдеформация в разных, у разных самых проблем. Да, с тревожностью, ну, то есть, с тревожностью и с различными искажениями в сторону, как бы это помягче сказать, слишком, опять, близко к сердцу воспринятого, богатого внутреннего мира, так скажем. Вот, а так, да, ну, есть, есть некоторые, причем, чем, чем более инвалидизирую, ну, то есть, есть более, есть менее инвалидизирующие профессии, вот, у меня как-то последнее время огромное количество профессиональных игроков в покер. Там, там, нет, там их вообще там разносит, то есть, ну, это такая, знаете, посмотрел, там, вроде, ну, очень большие деньги люди зарабатывают, ну, ну, за дело зарабатывают, поскольку это как большой спорт. То есть, ну, там, очень быстрое выгорание и куча массового, вот, прям, проблема-проблема у людей, и эмоции в том-то и не дело, что не подавляет, что там, во-первых, там, эмоциональное разносит, во-вторых, там, массовые какие-то проблемы со социальностью, с прокрастинацией, с выгоранием, ну, в общем, тяжелая, конечно, у профессиональных пекеристов работа, вот, но у дизайнеров не так сильно их плющат, ну, вот, тоже часто страхи, тревоги, ну, то есть, обычно тревожного спектра, как правило, что, а, а вдруг у меня ничего не получится, а я недостаточно хорош, а я недостаточно крутой, у меня ничего не выйдет, все будет плохо-плохо, все будет ужасно, катастрофа, катастрофа, голова пустая, я не успеваю, ну, и вот, и прокрастинация, ну, связанная с этим самым тревожным блоком, то есть, вот, у меня ничего не выйдет, и на мне настолько страшно от того, что ничего не выйдет, что я вообще делать ничего не буду, упс. Да? Ну, типа, условно ко мне, ну, то есть, да, условно вообще к психотерапевту, но тут из детства, не из детства, ну, тяжелое детство, не отмазка. Ну, соответственно, ну, идете к специалисту, идете, пересматриваете все специалисты, просто выбираете, там, плевать на какой из какой модели исходит, по большому-то счету, главное, чтобы понравился, то есть, кто лично приглянется, идете, общаетесь, он, человек, там, специалист вам предлагает решение, которое вам нравится, либо не предлагает. Не понравилось, что-то пошло не так, но берете следующего, пока не сработает, например. Ну, я не понимаю, что пришел к психотерапевту, там, одного, 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 а он сказал, что нужен, ну, какой-нибудь, ну, пол, ну, или, там, психиатр. А, методом научного тыка, то есть, не заморачивайтесь по этому поводу. Если вам специалист понравится, то если вы ему доверитесь, если вам подойдет, как он с вами работает, ну, то есть, то бы результат будет или не будет, ну, там, достаточно быстро это опознаете, там, расходите раз, два, три, четыре, оберняйтесь назад, посмотрите, есть результат, нет результата. Если вы тревожны, то вы это быстро опознаете, что-то я хожу-хожу, и разговоры мы разговариваем, разговариваем, а толку-то никакого нет. Ну, нет, конечно, там, долгосрочные, ну, то есть, я бы не советовал ходить на те, где предлагают долгосрочную модель, поэтому психоанализ я бы никому не советовал. Ну, у меня лично, мне он не нравится, я считаю, что это больше, честно говоря, больше лохотрон, и мне к ним большие-большие претензии в том, что массово пытаются исходить из серии, что вот не у тебя неврозы есть, нет, а если найду, ну, то есть, некая презумпция виновности, да, то есть, что у вас либо есть невроз, если у вас нет неврозов, ну, значит, вы их блокируете и защищаетесь, и это еще большая проблема, сейчас мы вам блоки снимем, и вы поймете, насколько жизнь болит. Ну, это уже там, опять же, тут личные мои приязни и неприязни. Я еще раз хочу напомнить, что я ангажирован, поэтому, то есть, у меня есть точка зрения, которую я считаю правильной, вы не обязаны ее разделять, а так, ну, методом научного тыка поискать. Ну, то есть, сам по себе, именно из какого метода специалистов исходят, в общем-то, вторично. В конце концов, все, ну, все опытные специалисты, которые давно работают, и я, в том числе, не являюсь фанатом какого-то единого метода, как я уже говорил, это активно-поведенческое не потому, что свет клином сошелся, а потому, что инструмент, который там лично для меня, лично в моих руках наиболее оптимален, лучше всего работает, то есть, я заколачиваю гвозди именно этим молотком в силу уже там душевного к этой предрасположенности. Был бы я другой человек, мне бы лично больше нравилась там экзистенциальная либо гештальт-модель, и тоже бы прекрасно бы работала, ну, вот, примерно так. Да. Скорбите, а сколько занимает период, допустим, у ваших пациентов, которые друг к вам посещают, сколько примерно это занимает количество посещений, то есть, когда они используются люди? А, ну, в зависимости от проблемы, ну, в зависимости от масштаба трагедии, ну, то есть, конечно, это все непредсказуемо и непонятно, ну, то есть, ну, обычно это краткосрочная работа, то есть, речь идет о месяцах. Два месяца, три месяца, шесть месяцев, в типовом случае, там, ну, то есть, от двух до шести месяцев в зависимости от потом уже там какой-то поддерживающей работы. А, стандартно раз в неделю, потом, потом постепенно я становлюсь все менее-менее нужен, то есть, реже-реже-реже. А какие модели, они более, ну, не более двухсрочные, к примеру, психоаналитики? Ну, психоаналист предполагает, там, или, там, два-три раза в неделю и долго, и годами люди ходят, ну, тоже, мне не очень понятно, зачем это делают, но делают, ну, там, неоднократно от психоаналитиков приходили люди, там, четыре года, пять лет, там, потом восемь лет, восемь лет, каждый раз в неделю, во-первых, непонятно, о чем восемь лет раз в неделю с человеком говорить лично мне, вот, а во-вторых, типа, а зачем ничего не происходит, я говорю, а зачем это вы делали? Ну, вот, типа, ну, ходила, ну, ну, хоть, ну, что, как, какие-то свои, какой-то свой кайф люди в этом находят. Да? Слушай, пожалуйста, у нас, например, у нас тоже самое тревожное расстройство, а от чего он возникает, то есть, у человека переизбыток какой-то эмоции случается в эпоха, а в том, он реализует, в общем-то раз, на тревоге? Ну, да, переизбыток тревоги, соответственно. Ну, вообще, ну, то есть, тут что такое тревожность? Тревожность – это функция от принятия решения в условиях неопределенности. То есть, это то, как мы оформляем нашу способность принимать решения вот в серой зоне в неопределенности, когда мы точно не знаем. То есть, чем она сильно отличается от, например, от страха? Ну, страх – это реакция на прямую угрозу, да, на нас несется машина с юзом, скрипя тормозами, понимаем, что она потеряла управление, эта хрень сейчас нас собьет. За нами бежит толпа мужиков с дубьем явно агрессивными намерениями. Из куста выпрыгнулась облезубый тигр и за мной несется, и я, там, обезьянка, визжая и роняя фекалии, лезу на пальму. Ну, то есть, вот, страх – это реакция на прямую. Тревожность, она более сложная, поскольку это уже речь идет о предсказаниях. То есть, не прямая реакция угроза, а вот наша возможность предсказывать, наша возможность принимать решения в условиях неопределенности. Это достаточно сложные вообще эмоции, поэтому именно чисто страх ломается редко. То есть, ну, это там фобии, там, пауков боишься, змей боишься, самолета боишься, хотя тоже это уже не фобия, вообще-то, на самом деле, это как раз иллюзия контроля. А вот чисто страх, страх, она слишком простая фигня и слишком тупая, и вот такая прямая, поэтому и ломается редко. Тревожность очень часто ломается, поскольку у нас переживание, эта машинка устроена сложно. То есть, это наша возможность предсказывать будущее, и при этом предсказывать будущее что-то такое неприятное. То есть, опять же, возвращаясь, как это изначально случилось на уровне первобытного человека, на уровне вот этой примитивной прямоходящей обезьянки, которая только-только стала человеком, ну, принимать решение, вот эти тени в кустах, это просто игра света и тени, или там какая-то, опять же, что-то злое и зубастое подкрадывается, или притаилась. Вот это вот в траве шевеление, это просто от облака тени, или что-то там саблезубое полосатое сейчас оттуда прыгнет, и решать надо прямо сейчас. Потому что, если эта фигня оттуда прыгнет, уже решать будет поздно. И, соответственно, вот и тут превалюционно пошло, случился отбор, потому что, то есть, вот там тревожные обезьянки отходили в сторону, ну, подальше от этой вот странно шевеления в кустах, менее тревожные обезьянки там продолжали свой банан или там свои эти ягодки срывать. И в 9 случаях из 10, там, или в 99 случаях из 100, это просто действительно оказывалось тень от облака, или там просто какой-то ветер подул, из кусты зашевелились. Ну, в одном случае из 100, скажем, оттуда что-то полосатое саблезубое выпрыгивало, и, соответственно, тревожные обезьянки оставались, а беспечные обезьянки таким образом проигрывали эволюционную гонку. Соответственно, мы все так или иначе потомки этих самых тревожных обезьянок, поэтому тревожиться мы умеем. То есть это вот, и она больше или меньше, так или иначе у всех людей существует, и это вот то, что я называю уровень базальной тревоги. То есть вообще наша способность, наша склонность как-то просчитывать варианты, просчитывать риски, и насколько мы там эмоционально на них реагируем. Кто-то более тревожный, кто-то менее тревожный. Изначально это не хорошо и не плохо. Это такие некие базовые тактико-технические характеристики у каждого свои. То есть та вот машинка, которую тебе выдали от природы, то есть и тут из серии «Знай, люби свою психопатологию». И там не бывает больных от природы в этом плане, там, патологически тревожных людей. То есть бывает с большей или меньшей уровнем базальной тревоги. Ну, соответственно, если вот уровень базальной тревоги завышен, что само по себе, оно часто и неплохо. То есть если там у вас высокий уровень базальной тревоги, это вам в хозяйстве много раз пригодится. Ну, в плане того, что это возможность, даже там постоянный внутри головы некий сканер, радар, который там опознает опасности, опознает возможные риски, возможные головники, соответственно, в их большее внимание к деталям, делать выводы, там, собирать будущую картинку из этих вот разрозненных точек и каких-то полосочек. То есть это много раз бывает полезно, много раз бывает вредно, но если это сломается, то уже человек там сваливается в ту или иную тревожное расстройство, у которого там целый спектр разный, и вот это и начинает, эта система сбоит, и начинает аваром-аваром уже выдавать не по делу. Это там и обезьянка внутри головы начинает верещит, сжать вот эту тревожную кнопку и врубает эту противопожарную сигнализацию, типа, хозяин, беда-беда, там, горим, ужас, 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 ужас. Вот, и начинает он либо на незначительные внешние реакции сверхреагировать, ну, типа, там, заколола, заболела, ужас, ужас у меня там, да, там, где-то в боку, все, у меня рак, у меня кожу, у меня какая-нибудь страшная, неведомая болячка, там, кто-то на нас косо немножко посмотрел, или тихо зарычал, там, начальник неодобрительно скривился, а, все, меня увольняет, кошмар, вот, все, моя карьера окончена, ну, вот, да, начинаешь, человек начинает катастрофизировать в той или иной форме, и это уже случается проблема, и он по этому поводу уже, эффективность, разумеется, сваливается. Ну, вот так вот происходит расстройство тревожного спектра. То есть, ну, все это сводится, опять же, к принятию решения в условиях неопределенности, а вот, равно как печаль, сводится к выученной беспомощности, например, там, и депрессии, это все, ну, есть, вот все эти эмоции, это в этой оболочке оформление какого-либо функционала, то есть, они не просто так, они у нас в голове, они для, у нас все, они для чего-то изначально нужны, но при этом, ну, любая из них может сломаться, там, выйти из-под контроля и начать голову изнутри разносить. Это лечится? Да, в большинстве случаев лечится. Не, ну, все-таки до меня люди, когда люди доходят, обычно они с чем-то, они не просто так языком почесать, и не просто так, ну, приходят там, поэтому для общего любопытства, нужен мне или не нужен, ну, то есть, вот, все-таки денег стою, и человек приходит, он зачем-то приходит, не то, что, ах, может быть, я, проблема у меня, может быть, есть, а может быть, и нет, а давайте, а доктор, да, давайте тест продоведем, ну, то есть, обычно человек все-таки понимает, есть у нее проблемы или нет, не так уж это и сложно выяснить. Да, ну, человек всегда понимает, ну, он может не понимать, в чем проблема, от чего не так, на что что-то не так, то есть, типа, ну, то есть, как минимум будет у меня как-то фиговенько, у меня как-то плохо, качество жизни моей почему-то снижается, не очень понимаю, что происходит, но какая-то фигня со мной происходит, я собой недоволен или жизнью свою недоволен, ну, то есть, чем-то он, чем-то с человеком пришел, за что-то он не готов деньги заплатить, то есть, не, ну, в принципе, наверное, такое случается, в моей практике нет, особенно не случается, вот, ну, да. А как общаться с человеком, который постоянно находится в глубокой депрессии и пытался покончить, там, жизнь, с висущей этой жизни, как ли поддерживать такого человека? Ну, если он, да, вот, все настолько печально, что речь там про суицид заходит, то пинать его к психиатрам, конечно же, это уже история про таблетки, скорее всего. А, там, родственник, вы знаете, общий человек? А, общий человек, то есть, да, не требовать от него, чтобы он собрался тряпкой, понимать, что то, что происходит, это болезнь, что это не потому, что он ленивый или просто не хочет радоваться жизни, и просто ему надо, там, по зеленой травке, по лужайке повскакать, и все с ним будет хорошо? Нет, с ним все не будет хорошо. Вот, и понимать, что то, что происходит, это болезнь, он не виноват, никто не виноват, просто вот такая фигня случилась, а в остальном, ну, общечеловеческое участие и сочувствие, то самое, ну, взять на ручки, как-то погладить лобик, поцеловать. Не особенно-то поможет, ну, в каких-то пределах поможет. Там никаких вот специальных, специальных каких-то тайных действий антидепрессивных, их не существует, ну, то есть, опять же, все на уровне общечеловеческого участия и сочувствия, то, что вам не наплевать на человека, ну, соответственно, вы будете к нему хорошо относиться, да. Ну, у меня, собственно, вопрос, как бы, вытекающий получился. Когда вы приходите на лечение, вы их родственникам или людям, которые с ним общаются, даете какие-то рекомендации, как-то? Ну, только если не об этом просят, что происходит, нечасто. А, ну, то есть, обычно человек сам себя любит всю малышу, а может быть из-за этого состояния, вот с каким-то он пришел? Ну, да, в основном, да. А вы начали к вам как-то приводить? Бывает, но достаточно относительно редко. Ну, и в целом, в целом, поскольку, ну, то есть, кого-то приводят, это уже, там, скорее введут в такую официальную медицину, в которой раньше работал, сейчас-то не работаю. А вот с частной практикой, ну, то есть, если приводят, ну, говорю, а чего вы ко мне человек-то привели? Ну, если там действительно его надо занорканить, то это, опять же, не ко мне, это скорее в государственную медицину, в стационары закладывать и, там, непринудительно лечить. А так, если, ну, скажите же ему, что так жить нельзя, ну, скажу и что. То есть, это все штука не очень, там, работающая. Ну, опять же, смотря, смотря, с чем приводит. То есть, там, в рамках того, что, вот, типа, тебе плохо, но ты этого не понимаешь или понимаешь, но считаешь, что ничего не поможет, ну, пошли, там, тебе взять за ручку, отвезти, там, хотя бы, типа, поговорить со специалистом, может, поможет, в этом плане, да, приводит, да, и там, могу поговорить со специалистом, типа, выставить, поговорить, да, там дальше либо будем, либо не будет, либо будет, либо не будет. А его ТС-серии, ну скажите же ему, ну нет, такие запросы, но и бессмысленно отвечать в этом плане. Люди не меняются, потому что вы этого хотите. Если желаете, чтобы человек изменился в поведении, бессмысленно ему рассказывать, почему вы этого хотите. Хочется, перехочется, надо ли чего вы хотите. Вам надо, вы меняйтесь. Если хотите человеку продать изменения какие-то, чтобы он изменился в поведении, расскажите ему, зачем ему это надо. Чем ему плохо быть вот так, как он сейчас, и в чем его личные выигрыши, выгоды, что-то поменять в своей жизни. А когда притаскивают на Аркане, то есть обычно это там жены, мужья, беспокойные родственники, это им типа надо. А вот он у меня мудит, например. Или мудачит, или бычит. Ну, типа, ну, как бы. Вот. А с ними часто приходят? Часто приходят, ну, я в основном. То есть тут уже, в принципе, они часто приходят, но вот тут уже личные особенности, там, не знаю, насколько это все любопытно. То есть я, скорее, хотел, опять же, не заниматься рекламой своей практики, а больше вот научно-популярную какую-то лекцию интересную, полезную, возможно, прочитать. А так, ну, конечно же, в целом они часто приходят ко мне не очень по силу того, что просто у меня индивидуальная больше. Ну, то есть у меня практика под индивидуальный прием заточенная, и я не очень-то продвигаюсь, и не очень-то там, поощряю. В этом плане работаю и поощряю. То есть это семейная терапия, несколько, там, отдельный спектр. То есть я это умею делать, но просто не делаю. Не понимаю. Да. Почему некоторые люди сразу нравятся и сразу с ним какое-то эмоциональное вовлечение начинаешь испытывать? В этом вопрос или в чем? Ну, просто как-то формализовать. То есть вопрос о том, почему некоторые люди сразу нравятся, а некоторые сразу не нравятся? Ну, они не нравятся или не нравятся? Просто садимики вороны в степени в своем времени. А, ну... А какие люди вообще не знакомые? Ну, опять же, потому что мы считываем, огромное количество информации считываем социально, ну, для нас субъективно значимой, ну, на уровне невербалики. Ну, то есть вот почему нам... Вот это тот самый условный эмоциональный интеллект, который очень... То есть его преимущество именно в том, что он быстрый. То есть он мгновенно принимает решение. То есть сколько вам нужно времени, чтобы опознать, там, девушка красивая или некрасивая? Ну, секунда. Или, там, для девушки, молодой человек, клевый, не клевый. Или этот чувак потенциально опасный или не опасный. То есть если все нормально, мозг работает и адекватно, то есть это доли секунды одного взгляда бывает понятно. При этом он же не просто так, это, там, ни с небес не сходит, что вот, а этот молодой человек очень прикольно, классно выглядит, еще я ему нравлюсь. Думает, ну, или наоборот, там, в зависимости от... Ну, то есть это все можно формализовать и расписать по мимико-пластика, мелкая моторика, как выглядит, как одет, как держится, как двигается, и интонирование, тембр, и еще, и куча-куча-куча разной вот личностной и социальной информации, по которой мы, там, сразу же, вот мозг определяет, вот эта обезьянка определяет уровень, там, равный, неравный, иерархические взаимодействия, потенциально агрессивный, не агрессивный, потенциально опасный, не опасный, и привлекательный, непривлекательный. Ну, это вот все, ну, при этом, если просто тупо это все словами себе рассказывать, даже просто перечислением, то есть это займет минут 15 или 10, и такой будет длинная простыня текста, на то, чтобы, как вы принимаете решение, как мозг принимает решение, он, вот этот самый каскад, но он его, там, прокручивает за полсекунды, и поэтому с первого же взгляда, может, там, девушка вам понравится или не понравится, другой человек, может, там, с кем клиент может показаться очень напряженным чуваком или нормальным, хорошим, с ним легко или тяжело сразу вступать в переговоры, и вот, и при этом вот вам это решение ваш мозг сразу выдает, и при этом его очень сложно переубедить. И при этом он может, и он может очень часто ошибаться, и может часто глючить и выдавать сверхтревожные реакции, ну, это уже там разбираться с, опять же, со своими тревожностями, и если замечаете, что мозг, ну, это вот обезьянка подбрасывает некорректные решения, и вот эта вот интуиция часто подводит, и эмоции часто подводят, ну, соответственно, уже в ручном режиме разбирать и разбирать, как эта машинка внутри головы там работает. Вот, наверное, я ответил, и давайте последний вопрос, там, последний вопрос и последний заказ и расходимся, я полагаю, что-нибудь еще осталось недозвученным, да. То, что, считаете ли вы, что закладывается поведение в детском возрасте, то есть, по-моему, в теории, 5-7 лет до этого возраста уже в человеке закладывается мнение поведения, он смотрит на родителей, он видит, как они здесь ведут, так же он будет вести, окружение, вот, и может человек себя поменять? Да, несомненно, в детском возрасте все, в общем, справедливо, и при этом человек может себя поменять, но не, то есть, тут понимать, чего можно менять, что нельзя менять. То есть, некое базовое ядро личности, оно, да, вот там в детстве и от рождения закладывается, его вот, какая-то вот машинка, с которой вам уже вот базово, вот какая вы сейчас, вот такое вы базово и проживете, вы с этим ничего не поделаете, что есть, то есть. Где там, какая роль там тяжелого или легкого детства или в наследственности, ну, по общему условному мнению, где-то треть на треть на треть, то есть, треть это генетика, ну, то есть, вообще, просто вот вражеврожденные, там, ваши эти не рецепторные поля, интенсивность выделения какого-нибудь дофамина, там, баланс моноаминов, устройство, ну, то есть, вот, вот, железка, устройство мозга, которое там может в нюансах отличаться, и типа, вот, в одной, поэтому, в одной и той же семье, при одном и том же, вроде бы, воспитании остаются совершенно разные дети, просто по-разному гены сложились, и это где-то там кто-то, это где-то треть. Треть, это, собственно, влияние родителей, ну, при этом не воспитание именно родительское, при этом не то, что там говорят, ну, говорят-то всем за все хорошее против всего плохого, а, да, разумеется, обезьянка видит, обезьянка делает, то есть, модель поведенческую, которую для нас наши эмоционально значимые близкие, ну, это, в первую очередь, родители, либо кто вместо них нас воспитывает, нам демонстрирует, да, чьи поведенческие модели мы смотрим, и треть, это вот, в общем, влияние среды, то есть, то, в каком окружении мы находимся, социальном, и что вокруг нас происходит, на что, ну, то есть, на что же родители вообще особенно как-то повлиять не могут. И это вот, в общем и целом, там, в детстве закладывается, ну, там, не до пяти лет, не до пяти лет, это уже, там, это уже обсуждаемые моменты, смотря что, что-то в три года закладывается именно, там, например, способность опознавать других, ну, то есть, психику других людей, там, базовая эмпатия, в этом плане до трех лет, ну, человек, еще вообще не человек, так, смышленная обезьянка уже, там, где-то с трех лет становится человеком, а, там, в пять лет какие-то закладываются выше социальные эмоции, там, в семь лет базовые, там, социальные взаимодействия, ну, то есть, это смотря что, ну, так или иначе, идея, да, что мы, типа, родом из детства, и вот то, что есть, тоже не изменить. Но тут не изменить именно, вот, им, так называемое ядро личности, ну, то, что я упоминал, вот, некие тактико-технические характеристики, то есть, некая, вот, базовая машинка, которую каждого, ну, их немножко своя, ну, они, в общем, конечные, в этом люди, в этом смысле люди друг на друга похожи, и это, с этим ничего не поделаешь, это просто стоит понимать, как лично у меня устроено, то есть, там, уровень базальный, то есть, еще раз повторюсь, там, нету от природы, там, невротиков или не невротиков, хороших, плохих людей, это уже, вот это уже, как раз то, что меняется, это уже сверху накрутки, а то, что базовый, ну, там, уровень стеничности, или вот тоже упоминаем, упомянутая базальная тревожность, там, у кого-то выше уровень базальной тревоги, Кто-то более тревожная обезьянка, кто-то менее тревожная обезьянка. Уровень, там, поисковый, баланс поискового избегающего поведения. Кто-то более любопытная обезьянка, кто-то более осторожная. Кто-то более астеничный, то есть склонный последовательно долбить в одном направлении действовать. Кто-то более рассеянный, ну, там, склонный масса-масса целей, ну, там, зато при этом мультизадачный. Ну, и так далее, и тому подобное. Там уровень темперамента, уровень психической устойчивости, кто-то к большему амплитуде эмоциональной склонен, кто-то у кого-то там она равнее, или там одни и те же эмоции. Но вот изначально это неплохо и нехорошо, это вот, это так, оно имеет, ну, то есть тут универсально выигрышной психики не существует, равно как универсально проигрышной. Ну, если это нехорошо, не плохо, это просто понимать надо. И вот эти штуки, они не меняются, это то, что вот, с чего выдали, с тем вот этот инструмент, на этой машинке вы всю жизнь ехать-то и будете. А вот то, что уже сверху, это уже там апгрейды, накрутки, нюансы, и это как раз-то меняется в очень широких пределах. Социальные навыки, рефлексивность, рациональность, осознанность, контроль над поведением, умение управлять импульсивными, контроль над импульсивным поведением, то есть какие-то импульсы управлять, умение принять решения в условиях неопределенности, та же самая тревога, навыки действия внутри, там, выученной беспомощности, депрессии и так далее и тому подобное. И вот в этом смысле вот человека перенаучаем, и в этом смысле люди меняются. Вот. 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 В ответ на то, где люди меняются, где они не меняются. Вот. На этом, наверное, все. Всем спасибо. Спасибо, что были со мной. Спасибо.